делали в тишине. Поднявшись на плато, Хаджар с облегчением сбросил зов. Он уже выдерживал последние секунды зова и был чрезвычайно рад отпустить внутреннего дракона на заслуженный отдых. Исчез, констатировала удивленная Аркемия. Она, неверяще, прижимала пальцы к глазам, но не могла нащупать ни единого лоскута от туманной ткани. Наблюдательная, прошептал Хаджар. Аркемия подняла на него взгляд. Она хотела что-то сказать, но так и не смогла произнести ни слова. Она, оглядываясь, выглядела ребенком, которого впервые отвезли из деревушки в большой город. Она разглядывала простые камни, омываемые бесконечными дождями. Собственно и на сам ливень, который дотягивался до этих скал лишь краем, она смотрела как на какое-то чудо. Нетрудно было догадаться, что девушка никогда не покидала предела в земель Докхассе, где с гранитного неба непрестанно падал черный пепел. Сделав шаг вперед, она подставила руку под дождь, а затем, прикрыв глаза, запрокинула голову. Хаджар не стал ее торопить. Он, усевшись рядом на камень, смотрел на нее. Признаться, она не вызывала у него ни симпатии, ни ненависти, ни жалости, ни злобы. Просто очередной противник, которого он должен обыграть, чтобы выжить и встретить следующего противника. И так, до самого конца. У него у самого лишь изредка выдавались секунды, когда бы он и сам мог бы так же постоять под дождем. В последний раз это было несколько месяцев назад, когда они с Ильнином пять минут гоняли мяч в грязи. И, видит вечерние звезды, это были самые счастливые пять минут за предыдущие два долгих года. Он не хотел лишать такого удовольствия, пусть и противника, пусть и незнакомую девушку, но... Нет, Хаджар не был сентиментальным. Да, точно, не был. Попробуй на вкус, предложил он слегка улыбаясь. К удивлению, Аркемия действительно открыла рот и подставила язык под падающие капли влаги. Вода, с неким благоговением произнесла она. Мне в детстве рассказывали о ней. Мама, не спрашивал, а утверждал Хаджар. На этот раз Аркемия не стала остро реагировать на упоминания о матери. Она была искорхадана. Знакомое слово навеяло некоторые воспоминания и вновь напомнила Хаджару о том, что слепых совпадений в его жизни не было. Там было много воды, красивое место. Ты был там? Девушка повернулась к Хаджару. От ее взгляда он едва было не вздрогнул. По его мнению, во взгляде степного клыка было больше человеческого, чем у Аркемия. Кем бы ни была ее мать, какого бы цвета ни текла из нее кровь, она все равно выросла в земле демонов и, скорее, была ближе к ним, нежели к людям. Был, кивнул Хаджар. Расскажи мне о нем. Хаджар посмотрел в сторону, где находился их лагерь. Наверное, найдется немного времени, чтобы вспомнить те дни, которые он провел в оазисе в море песка. Просто потому, что Хаджар не был сентиментальным. Глава 601. Приветствую, охотник. Степной клык все также сидел рядом с костром и что-то толок в ступке. Смотрю ты не. В этот момент взгляды Аркемия и Орка пересеклись. Хаджар слишком понял, что не продумал момент встречи двух заклятых врагов. Докхасси взревел краснокожий. В один момент, опрокидывая ступку на камни, он вскочил на ноги. В его руках появились топоры. За спиной появился силуэт волка, а тело укрыло броня из серой энергии, напоминающей шкуру того же животного. Животное нагло улыбнулось Аркемия. Скрестив руки на груди, дочь короля Докхасси с издевкой смотрела на Орка. Тот, зарычав и обнажив нижние клыки, сделал шаг вперед. Хаджар преградил ему путь. Успокойся, здоровяк. Отойди с пути, северный ветер. Голос степного клыка слегка изменился. В нем звучали рычащие и воющие ноты. Я убью это создание. Я понимаю, что убьешь, кивнул Хаджар. Вот только тогда мы потеряем ценного языка. Незнакомый термин на мгновение повлиял на краснокожего. Тот замер и повернулся к Хаджару. Она залезла к тебе в разум, Дархан. Вынес он свой вердикт и уже замахнулся обухом, чтобы врезать им по голове человека. Скорее всего, в исключительно оздоровительных целях. Нет-нет-нет, замахал руками Хаджар. Я взял ее в заложники и заставил принести клятву. Глаза степного клыка расширились. Он переводил взгляд с человека на полукровку, а затем обратно. Ты силен, Дархан, я признаю, но она сильнее и тебя, и меня и большинства свободных охотников в моем племени. Лишь равные по силе ярости медведя могли бы взять ее в плен. Ну, будем считать, что мне повезло. Или она решила тебя обмануть, стоял на своем орг. Возможно, это ее план. Хаджар посмотрел на Аркемию. Та продолжала также нагло улыбаться. Нет, конечно, такая вероятность не была исключена, но, в таком случае, титул безумного генерала был абсолютно не заслужен Хаджаром. Потому как он даже представить себе не мог большего сумасшествия, чем сдаться в плен истинному адепту. Ну ладно сдаться, но принести клятву. В данный момент, как бы бесчестно и мерзко это не звучало, но, де-факто, Хаджар являлся хозяином Аркемии. Он мог бы приказать ей лишить себя жизни, и она в любом случае бы умерла. Лишила бы себя жизни, стала бы самоубийцей. Нет, ее прикончила бы реки мира, которая уже продемонстрировала свое недовольство путем золотистого свечения. Исключено, покачал головой Хаджар. Слишком сложно. Я бы даже сказал, невыполнимо. До недавнего времени считалось невозможным пролететь над их. Краснокожий кивнул в сторону Аркемии. Землями. Вы пролетели над завесой черных небес? Удивилась полукровка. Затем, сделав осторожный шаг, который степной клык сопровождал пристальным взглядом, она посмотрела на скалы и лежащие на них останки пьяного гуся. Ау, ау, что значит, ау? Ничего, покачала головой Аркемия и уселась на камень. Хаджар прищурился. Что-то здесь было не так. Аркемия, я прошу тебя ответить, что не так с нашим путешествием по небу? Да все так, пожала плечами девушка. Хаджар печально вздохнул. Почему никогда не получается по-простому? Мы можем долго играть в эти словесные игры. Хаджар устала потер переносицу. Или ты можешь сэкономить нам всем время и просто рассказать, что ты знаешь. Или же, ты можешь мне просто приказать, хозяин. Последнее слово она произнесла с особой издевкой. Степной клык, вновь несколько раз переведя взгляд скровного врага и на новоявленного союзника, абсолютно по-человечески махнул на все рукой. Вернее, топором. Усевшись перед костром, он убрал оружие за пояс кожаных штанов, снял с себя покров зова и, подняв ступку, вернулся к процессу алхимии. За его спиной все также лежали в бессознательном состоянии ласканские ученики школы Красного Мула. Правда, выглядели они несколько лучше, чем полчаса назад, когда Хаджар отправился на разведку. Удивительно, прошло всего полчаса, оказалось, будто целый день. Я не хочу тебе приказывать, честно признался Хаджар. Аркемия посмотрела ему в глаза. Мало кто мог выдержать с ним прямого зрительного контакта. Даже наставник Макин, один из могучих повелителей школы Святого Неба, при встрече взглядом отводил глаза первым. К полукровке это не относилось. Она смотрела ему в глаза без стеснения или страха. И внутрь ее собственных, будто небесных глаз, Хаджар видел отблизки чего-то нечеловеческого. Все же, половина ее крови принадлежала красе демонов, причем, не самых приятных. Насколько вообще демоны могут быть приятны? Почему? Однажды я уже раздавал приказы и это не привело ни к чему хорошему. На мгновение, перед внутренним взором Хаджара, пронеслась сцена далекого прошлого. Где-то там, в вихре событий, меч простого рыцаря духа, которого нынешний Хаджар отправил бы к праотцам двумя ударами, лишил жизни одного из самых дорогих ему людей. Врешь, сплюнула Аркемия. Меня ты не обманешь, человек. Раб однажды, раб навсегда. Хаджар отшатнулся. Ха, победно усмехнулась полукровка. Ты ведь почти не знаком с повелителями, да, Хаджар Дархан? О, не удивляйся, что я знаю твое имя. Может, если бы ты когда-то достиг моего уровня, то понял бы, насколько сложен этот мир и, что равные мне те, кто сильнее, видят его совсем иначе. Метка раба до сихпа в твоей душе. Застарелый шрам, который ты не скроешь от тех, кто соединил в себе два вида энергий. Хаджар непроизвольно призвал в реальность черный клинок. Тот откликнулся с той же готовность, что и всегда. Меч всегда был готов разить его врагов. Раб фыркнула Аркемия. Рабом был, рабом остался. Меня оскорбляет один лишь факт, что мы с тобой дышим одним воздухом и... Хаджар перебил девушку. Перебил тем, что, отзывая разочарованный черный клинок, рассмеялся. Глубоко и заливисто. Степной клык оторвав взгляд от костра, посмотрел на Хаджара, тяжело вздохнул, покачал головой и вернулся обратно к своим занятиям. Я думал, что если перестану с тобой говорить, то ты не сможешь на меня повлиять, пояснил свой смех разом успокоившийся Хаджар. Но, прошу простить, недооценил твое мастерство. Я действительно плохо знаком с повелителями. Но еще меньше я встречал адептов, которые кроме своей силы обладают мастерством и в иных жизненных сферах. Взгляд Аркемии резко потух и из него улетучилась вся надменность и наглость. Просто убей меня, человек. Лучше так, чем быть рабой раба. Хаджар пожал плечами. Приказываю тебе, Аркемия, рассказать мне все, что ты думаешь о нашем полете. Казалось бы, простая формулировка на деле оставляла полукровки, и без того ограниченной клятвой, минимум простора для маневра. Более того, попытайся она это сделать, и оказалось бы, для сравнения, многотонным валуном, балансирующим на острие тончайшие иглы. Любой неверный шаг, не особо приятная смерть в огне реки мира. И, кто знает, разрушал ли он только тело или еще и душу. Разные учения говорили противоположные, на этот счет, вещи. А живого свидетеля, который вернулся бы с того света и все рассказал, пока еще не появилось. Лучше бы ты меня просто убил. Едва слышно прошептала она и уже куда громче продолжила. Мой отец лично установил эту завесу, и то, что могло показать вам аномалиями в ней, его ловушки. А те твари, летающие над ними, перья змей, переспросила Аркемия и дождавшись кивка, продолжила. Их отец привез из своих путешествий еще до того, как решил основать свое королевство. Сейчас никто не знает, сколько их там и какого развития достигли. И не боитесь, что они решат спуститься с неба. Кроме пепла, им для питания ничего больше не требуется. Хаджар, вспомнив ту тварь, которая погналась за ним, только почувствовав мистерии оружия в сердце, был иного мнения об этом, но решил оставить при себе. И что ты хочешь всем этим сказать? Что ваше появление не осталось незамеченным? Хаджар кивнул и задумался. Спустя какое-то время он повернулся к степному клыку. Сколько еще до того, как они смогут подняться? Подняться они могут даже сейчас, ответил Арк. Но сражаться смогут только через часов восемь. Хорошо, Хаджар пошел в сторону обрыва. Мне нужно подумать. Глава 602. Спустя ровно восемь часов начали приходить в себя ласканцы. Первой, несмотря на самые тяжелые травмы, пришла в себя Ирма. Открыв глаза, первым, что она сказала, стала озрия. То, насколько сильно беловолосая ласканская ученица приграничной школы подружилась с котенком, вызывала у Хаджара смешную, детскую ревность. С ней все в порядке, успокаивал Хаджар. Достав из-за пазухи спящего котенка, он положил ее на живот девушке. Увидев свою израненную спасительницу, та едва было не заплакала. Я видела-видела, пытаясь удержать голос твердым, шептала она. Как она нас спасала, как она. Девушка помотала головой и, дрожащими руками переместив озрию к себе на грудь, потерлась о нее щекой. Котенок промурлыкал и продолжил крепко спать. Следом за Ирмой проснулась и Алия с дырыком. Последний вовсе зевнул и сладко потянувшись, по-хозяйски огляделся и, увидев перед собой Аркемию, потянулся за оружием. И, не обнаружив последнего, натянул плед повыше. Она ведь, успокойся, бросил Хаджар. Наш новый, временный, ну не союзник, но и не враг. Подойдя к юноше, он взял его руку и прощупал пульс. Затем посмотрел сквозь реку мира. Проклятие, чтобы не сделал с ними степной клык, это выходило за рамки понимания Хаджара. Разумеется, до тети Доры Марнил краснокожий не дотягивал, но, тем не менее, оставил всех человеческих целителей в пыли. И это учитывая, что он использовал лишь ступку и травы с корешками. Ты обзавелся союзником в Дакхасе. Если бы глаза Дерека не обладали анатомическими ограничениями, то явно бы вылезли из орбит. А сколько я без сознания пролежал? Восемь часов Хаджар не стал уточнять, что он привел Аркимею семь с половиной часов назад. Дерек, ничего не ответив, поднялся и, взяв с собой плед, отошел к костру. Там, рядом со степным клыком, сидели Ермас Алией. Последняя была как-то особенно тиха и с момента пробуждения так ничего и не сказала. Вместе с сестрой они пила травяной чай, приготовленный степным клыком и разлитым в долбленные из обломков пьяного гуся чаши. Краснокожий, окруженный людьми, был как-то необыкновенно спокоен, да и сами ласканцы больше его не сторонились. Наоборот, в присутствии Аркимея они искали поддержки у огромного орка. С одной лишь инстинктивной точки зрения массивный степной житель выглядел надежной защитой и опорой перед угрозой демоницы. Может уже введет в курс дела? Спустя добрых четверть часа подал голос Дерек, что мы пропустили. В двух словах Хаджар рассказал о своем посещении ущелья и небольшой разведке. Особое внимание он уделил полям и принцу Дакхасе. У проклятых кровососов Дерек, пусть и напрягшись, но смог проигнорировать свирепый взгляд Аркимея. Имперские абмиции. Это позволит им, как выразился принц, войти в сферу влияния законов неба и земли, что бы это ни значило. Ну так у нас вроде есть прекрасная возможность узнать, не так ли, милая? Дерек попытался улыбнуться пленнице Хаджара, но, встретившись с той взглядом, едва было чаем не подавился. Еще раз назовешь меня милой. Аркимея даже потянулась к эфесам сабель, но те уже довольно длительное время находились в пространственном кольце Хаджара. Вполне достойные артефакты императорского уровня. И я засуну твой язык тебе же в задницу. Слова недостойной дочери короля. В первый раз за вечер что-то произнесла Алия. Что означают эти законы неба и земли? На твои вопросы, человеческая подстилка, я не должна отвечать. Но на мои, да, за всеми переживания, Хаджар как-то совсем забыл узнать о довольно интригующей оговорке. Ответь мне, Аркимея, что такое законы неба и земли? Хаджар чувствовал, что ему необходимо узнать об этом. Уже не раз и не два он слышал упоминания о подобном явлении, которому подчинялись Эфрия и Хельмери боги. Это законы, как о чем-то само собой разумеющимся говорила Аркимея. Им подчиняются все сущие, все что было, есть и будет. Она замолчала, а все, в том числе и Хаджар со степным клыком, ожидали услышать продолжение. И это все? Спросил Хаджар. Все, что я знаю, ответила полукровка. В этих простых словах содержался столь открытый намек, что не заметить его было невозможно. А кто знает больше? Мой отец. Широко и весьма плотоядно улыбнулась Аркимея. Возможно, перед тем оторвать тебе головы и съесть твои внутренности, он решит позабавить себя беседой. На ласканцев такая угроза произвела неизгладимое впечатление, в то время как Хаджар уже успел к подобному немного привыкнуть. Кто их написал? Не знаю, где их можно прочесть. Не знаю, что будет за их нарушение. Их невозможно нарушить. Любой закон можно нарушить, не согласился Хаджар. Недавно ты пыталась нарушить свою клятву, которая тоже является законом, и мы оба видели к чему это едва было не привело. В ответ на это Аркимея лишь рассмеялась. А ты можешь вернуться во вчерашний день, или не родиться, или воскресить своих отца и мать, или потушить свет звезды и сделать тьму яркой. Законы неба и земли нерушимы и все сущие им подчиняются. Что за глупость? Возмутился Дерек. Как можно подчиняться тому, что нигде не записано и никем не произнесено? Внезапно степной клык прокашлялся. По старым легендам он предупреждающе посмотрел на Хаджара, намекая на необходимость держать язык за зубами. Где-то в обители нечист, богов, лежит две книги. В одной записаны судьбы всех существ. Во второй, законы, которым эти судьбы подчиняются. Значит их написали боги? Книги старше богов и, давая понять, что к разговору о богах больше не присоединиться, степной клык вернулся к своему занятию, продолжил что-то толочь в ступке. Хаджар же, глядя в костер, размышлял о услышанном. Получается, что боги руководствовались законами, которые они не писали, но, тем не менее, им подчинялись. Да и вообще, что-то здесь не вязалось. То, о чем говорила Аркемия, напоминало законы физики, большинство из которых нарушались различными техниками. Но некоторые действительно, в отличие от рукотворных, оставались нерушимыми. Слова же степного клыка имели совсем иной смысл. Да и сама суть книг нет. Хаджар был уверен, что речь шла о совсем разных явлениях. Единственное, что нас удерживает в этих землях, законы неба и земли, пожалуй, плечами Аркемия. Получается, вам нужно что-то, что избавит вас от их гнета, внезапно понял Хаджар. И это явно не численность и не голая сила, иначе бы вы покинули эти скалы уже очень давно. Хотя нет, ваши разведывательные отряды тысячи лет их покидают. Значит, земли Дакхаси не может покинуть только их король, пояснил степной клык. Хаджар посмотрел на Аркемию. Ты, впервые за все время, старательно прятала взгляд, что требуется королю для выхода в мир и создания империи. Не знаю, свечение вокруг нее не появилось, так что технически, она клятвы не нарушила. Но главное слово здесь было, технически. А как ты думаешь, Хаджар сделал ударение на последнее слово, что ему для этого нужно? Аркемия прикусила нижнюю губу. Вокруг нее постепенно начало появляться золотистое свечение. Хаджар даже испугался, что потеряет ценную часть своего будущего плана. Ребенок, выдохнула она. Ему нужен ребенок, который родится, как часть законов неба и земли. И тогда он сможет спокойно вмешиваться в жизнь смертных и создать империю, внутри которой каждый будущий чистокровный Дакхаси будет частью законов. Теперь вопрос с тем, как именно появилась на свет Аркемия. Почему с тобой не получилось? Взгляд полукровки стал недобрым, но она, все же, ответила. Черная завеса. Она скрывает эти земли от неба, даруя нам возможность жить среди смертных. Но и она же не позволила плану моего отца осуществиться. Аномалии, понял Хаджар. Он использует их, чтобы открыть небо. А сделает он это вы. Ночь черной звезды, закончил за Хаджара степной клык. Она наступит через два дня. В эту ночь грань всех миров сливается воедино и происходят чудеса. Зажженная тьма, почерневший свет, Хаджар вспомнил старую легенду южного ветра. Значит, у нас есть два дня, чтобы помешать планам короля Дакхаси. Проклятие. Выругался Дерек. И как же мы это сделаем? Мы ведь даже не знаем, где находится этот самый король. Хаджар, в глазах которого пожаром чистого безумия отразился огонь костра, улыбнулся. Конечно же самым простым сдадимся им плен. Глава 603. Мне одному кажется, что этот план обречен на провал. Боги, я уже вижу, как буду здесь стоять, а меня будут жрать мухи. И ведь как воняет. Да в этом. Заткнись. К удивлению, это прокричал вовсе не Хаджар или Степной Клык, а обычно спокойная Ирма. Правда сейчас она такой не казалась. Хотя, ее можно было понять, обстановка располагала к повышенной нервозности. Они шли вереницей среди тропинок, которыми были расчерчены поля Дакхаси. Не мертвые, смотрящие куда-то в пустоту, стояли так близко друг к дружке, что складывалось впечатление, будто в ущелье не хватало места и демоны пытались как можно сильнее уплотнить посевы. Хаджар, идя между рядами когда-то живых существ, порой цеплялся за них плечом или рукой. И не потому, что не мог увернуться, а просто чтобы выглядеть потом правдоподобнее. Того же самого он потребовал и от остальных участников отряда. В итоге сейчас они выглядели почти так же, как и колосящиеся вокруг них трупы. Ну как хотите, пробурчал Дерек и для наглядности потряс сковывавшими его цепями. От тяжелых обручей, украшенных разнообразными рунами и иероглифами, опутавших ноги, шла широкая цепь. Она расходилась надвое, чтобы скрепить обручами запястья, уменьшенные копии тех, что покоились на ногах. И уже от рук тонкая цепочка присоединялась к ошейнику с теми же метками, что и на ногах. Подобная конструкция, помимо общей цепи, висела на каждом из членов отряда. С одной лишь разницей, что на степном клыке красовалось устройство раза в четыре большего размера. Впереди отряда, ведя народ сквозь поля, на лошади ехала аркемия. В одной руке она держала поводья мертвой, окутанной зеленым пламенем, лошади, а во второй – цепь, которая исковывала людей и орка. Если вы будете продолжать так трепаться, зашипела демоница, то нас раскроют и отправят на поля. Прозвучавшая оговорка не скрылась от внимания Хаджара. Интересно, почему ты говоришь нас? Потому что стоит мне привезти вас в замок, и я стану предательницей. Хаджар не видел лица полукровки, но от чего-то подозревал, что на нем нет особого разочарования и печали. Если бы она действительно не хотела стать предательницей, то уже попыталась бы нарушить клятву. Учитывая, что они находились в центре полей, в самом сердце земель Дакхаси, то подобный всплеск энергии не остался бы незамеченным. Тот факт, что полукровка даже не собиралась поступать подобным образом, говорила о том, что либо она не сдалась и планирует как-то выкрутиться и выйти победительницей, либо проклятие. Как же Хаджар ненавидел интриги? Тогда тебе лучше постараться сделать так, чтобы на сне помолчи. Хаджар вовремя закрыл рот и принял свой самый покорный из обликов. Со стороны западных пепельных рек ехал отряд из пяти всадников. Они мчались среди полей, держа курс прямо на отряд. Высокое небо. Выругался Хаджар. Всадников вела за собой его знакомая. Демоница безумно соблазнительной, сводящей с ума внешности, и при этом питающая лютую ненависть к той, что в данный момент играла роль их пленительницы. Тикемия, нещадно пришпоривая лошадь, буквально за мгновение преодолела полукилометровое расстояние и затормозила всего в десятки сантиметров от отряда. Огненные копыта ее коня поднялись над головой Хаджара. Тот едва было не потерял самообладание и не обнажил черный клинок, но, все же, у Тикемии хватило благоразумия не портить того, о чем она не имела понятия. Аркемия, прошипела демоница. Ее спутников скрывали тяжелые балахоны, так что ни лиц, ни фигур разглядеть было невозможно. Но от каждого из них тянула аура и пиковой стадии рыцаря духа. Тикемия, поздоровалась полукровка. Несмотря на то, что голос ее был спокоен и внешне ничто не выдавало напряжения, но учитывая, что она держала сковывавшую их цепь, Хаджар ощущал некое беспокойство. Что ты здесь делаешь? Волосы на голове Тикемии начали постепенно втягиваться внутрь черепа. Хаджар достаточно узнал повадки Дакхаси, чтобы понять, что это не самый добрый знак. Особенно учитывая, что бутафорский клинок у ее бедра начал в этом самом бедре исчезать, а ногти на пальцах постепенно превращались в когти. А есть какая-то причина, по которой я не могу здесь находиться. Изогнула бровь Аркемия. Только без глупостей, мысленно прошептал Хаджар. Он был уверен, что не оставил девушке в клятво пространство для маневра с попыткой дать как-то знать о своем положении. Но, тем не менее, Аркемия успела показать себя весьма неглупой особой, если не сказать, что хитрой и коварной. Хаджар, при общении с ней, ощущал себя укоротителем змеи, который положил себе на грудь опасную гадюку и стал угрожать ей каленым железом. Вот только если в попытке наказать тварен промахнется, то ранит самого себя. Не умничай, нечестивая, сплюнула Тикемия, принявшая какой-то пограничный облик. Она уже не выглядела сногсшибательной красоткой, но еще и не превратилась в крылатого монстра. Мы обе слышали приказ нашего принца и, мне кажется, срок, который он назначил, еще не истек. Аркемия, бросив беглый взгляд в сторону Хаджара, широко улыбнулась. Если тебе что-то кажется, то не понимаю, почему это должно быть моей проблемой. Тикемия издала какой-то непонятный звук. В ту же секунду из-под балахонов остальных всадников показались трехпалые, серые лапы, увенчанные когтями длиной с хорошей кинжалы. Еще одно слово в таком тоне и что, Тикемия, едва не в голос засмеялась Аркемия. Одновременно с этим она выхватила две сабли и выпустила на волю свою ауру. Только теперь Хаджар понял, что никак, кроме слепой удачи, тот факт, что он смог ее пленить, объяснить было нельзя. Молодая девушка не только достигла ступени повелителя, но и обладала мистериями духа сабли, превышавшими те, которыми Хаджар мог бы похвастаться в духе меча. В лобовой схватке она, скорее всего, проиграла бы аруну, но смогла бы, пусть и с тяжелыми ранами, сбежать. Тебе, Тикемия, понадобилось четыре слуги, чтобы осмелиться говорить в моем присутствии. Или тебя есть пара лишних крыльев, которые мне требуется отсечь? Девушка говорила совсем не в том тоне, что при принце. В нем не было ни покорности, ни готовности услужить. В седле перед Хаджаром сидели воительница, бесстрашно смотрящая в глаза верной гибели. При этом она нисколько не боялась Тикемия и его подручных. Более того, Аркемия была полностью уверена в своей победе. Ты думаешь, нечестивая, что твой отец спасет тебя от полей, если ты хоть пальцем меня тронешь? Тикемия, пусть и понимавшая, что не сможет одолеть ненавистную полукровку, почему-то не спешила лезть на рожон. Попробуй только и познаешь всю полноту королевы. Она и так слишком долго тебя терпела. Взгляд Аркемии посуровил, а Хаджар убедился в том, что демоническое королевство не особо отличалось от людского. Понятное дело, какой королеве понравится видеть перед собой бастарда. Пусть это даже не будет сводиться к напоминанию о неверности мужа, но все равно останется показателем их неравенства. Король можно то, чего нельзя королеве. Убирайся, процедила Аркемия. Как и приказал принц, я стояла в дозоре. Увидела отряд лазутчиков. Взяла их плен. Веду к королю, чтобы тот решил их участь. Лазутчиков, к королю? Ты совсем с ума сошла, нечестивая. Тикемия, постепенно возвращая человеческий облик, вплотную подошла к Хаджару. Откинув с его головы плащ, она вгляделась в его глаза. Он постарался спрятать свой разум как можно глубже в недра души. Мясо, прошипела она и, проведя языком по щеке Хаджара, оттолкнула его в сторону. Помяни мое слово, Аркемия. Именно я буду той, кто вырвет твое сердце. Я слышу это с самого детства, Тикемия, но пока это именно я, та, кто может вырвать твой поганый язык. Развернув коня, оставляя демоницу позади, Аркемия поехала вниз по холму. Следом за ней ковыляли опутанные цепями члены отряда. Хаджар, размышляя над недавней сценой, благодарил вечерние звезды за то, что ласканские ученики не выдали себя. Будь это иначе. Глава 604. Еще около трех часов они двигались по, казалось бы, бесконечной дороге. Все это время ни один из них не проронил ни единого слова. Каждый думал о чем-то своем. О чем думали остальные, Хаджар не знал. Сам же он мысленно возвращался в столицу Дарнаса, Данатан. Где-то там, среди хитросплетения кварталов улицы проспектов, остался его друг. И путешествие, которое должно было отнять всего две недели, слишком затянулось. Оставалось надеяться, что Эйнин не наделает глупости и не станет пытаться отыскать своего товарища. Это могло привести к тому, что их пути разойдутся в бесконечном клубке попыток отыскать друг друга. Но, наверняка, новость о том, что крылья рух разбиты пиратами и уже дошли до столицы. А это означало, что островитянин наверняка обладал теми же сведениями. Уповая на благоразумие Эйнина, Хаджар надеялся, что тот максимум, добрался до Даригона и теперь ждет друга. Но все эти мысли, как и прочие, отошли на второй план, когда они встали на вершине скалистого холма. Здесь, кроме старого, мертвого дерева, ничего уже и не росло. Петляющая тропика, высеченная в скале, ступеньками уходила все ниже в ущелье, плавно переходя в широкий проспект, ведущий к тяжелым кованым решеткам врат дворцового барбакана. Иначе, как дворцом, это пугающе прекрасное строение назвать язык не поворачивался. Оно, огромное по площади, стояло на вершине скального гребня. С остальным ущельем дворец соединял утопающий, как и половина строения, в тумане длинный мост. По его периметру возвышались высокие башни, украшенные статуями различных монстров. Мост уходил к высокой арке, также увенченной башнями. Длинные, острые, будто когти, они увенчали весь замок, сделав его похожим на спину ощерившегося перед боем дикобраза. Одновременно пышный и помпезный, он выглядел тяжелым и монументальным. Витражи, цвета мокрого пепла, сливались с серой каменной кладкой и бесконечным барельефом. Статуи же украшали все бесчисленные башни и шпили. В некоторых из них Хаджар узнал главных действующих страшилок, которые мать рассказывала ему на ночь. «Пойдемте», — поторопила Аркемия. «Что это?» — спросил Берек. По крутым ступеням узкой тропинки приходилось ступать очень аккуратно. Аркемия же и вовсе, привязав коня около мертвого дерева, держалась при спуске за край скалы. Им же, скованным одной цепью, такую роскошь было себе не позволить. В итоге, гремя цепями, они осторожно спускались. В какой-то момент один из ласканцев неправильно поставил ногу и, если бы не могучая физическая сила, независимая от энергии и потому не заблокированная цепью орка, то вся связка полетела бы в пропасть туманного ущелья. Спустившись с холма, они оказались около решетки Барбакана. Их Аркемия открыла взмахом руки. Тяжелая решетка со скрипом поднялась и исчезла в камне строение. Открывшийся им мост выглядел так, будто сошел с картин детских кошмаров. Укутанный туманом, раскинувшийся над пропастью, он был каким-то потрескавшимся и с виду ветхим. Хаджар ступал по нему едва ли не с большей осторожностью, чем по высеченным в скале ступеням. Чем дальше они по нему шли, тем суровее становилась атмосфера, создаваемая замком. Если бы не зелье, приготовленное степным клыком, то ласканцы уже если бы не про отцам души отдали, то лежали бы здесь без сознания. А так, пусть и с трудом, но они продвигались сквозь становившийся осязаемым туман. Хаджар, которому постепенно становилось труднее дышать, посмотрел на мир сквозь реку мира. Лучше бы он этого не делал. Туман, который не должен был излучать ровно никакой энергии, селя ею будто ночью квартал женщин с пониженной социальной ответственностью. Помимо этого, он даже обладал каким-то подобием энергетического тела, которое пыталось прицепиться к отряду. Мешало ему сделать лишь аркемия. На ее ладони светился мистический знак, который заставлял туман держаться чуть в стороне. Что это? Спросил ошеломленный Хаджар. Никогда прежде не видел ничего подобного. Это дух-паразит, пояснила аркемия. Что-то вроде стража. Именно, кивнула полукровка. Если бы не мой знак, то он бы вас сожрал. Вскоре они подошли к центральному входу. Огромному, по своему размеру, вратному комплексу. Такой должны были обслуживать не менее пяти десятков стражников, но мост выглядел все таким же пустынным и туманным. Еще не поздно, глупые люди. Аркемия повернулась к отряду. Если я проведу вас внутрь, то всех вас будет ждать такая ужасная смерть, что ее веками матери детей пугать будут. Хаджар улыбнулся. Когда-то давно, в подводной пещере, он слышал примерно такое же. Если ты согласишься, я уберу печать и туман вас сож. Успокойся, Аркемия, перебил Хаджар. Мы будем действовать согласно плану. Или той его части, которую ты знаешь, мысленно добавил Хаджар, но этого полукровки знать было не нужно. Мне вас жаль, прошептала Аркемия. Хаджар сомневался, что жаль ей было именно их. Скорее саму себя. Девушка повернулась к вратам. Она подняла руку и знак на ее ладони вспыхнул зеленым светом. Тот вытянулся длинным столпом и ударил по круглому витражу. Спустя некоторое время, достаточные, чтобы усомниться в своем решении принять предложение орков, ворота начали открываться. Деревянные створки, обитые артефактным железом, толщиной в несколько метров, медленно разъезжались в разные стороны. Из открывшегося прохода, вопреки ожиданиям, повеяло не мраком или гнилью, а вполне себе обычной дворцовой атмосферой. Слегка сухой, но теплой. На полу лежал ворсистый ковер. Он морем растекся по серым камням, теряясь где-то у ступени широкой лестницы, ведущей на второй этаж. По ней, вполне свободно, могло бы разойтись до десяти пар гостей. На высоком потолке, холодным, но дарящим тепло светом, сияли лампы, сделанные из каких-то кристаллов. Наподобие тех, что находились внутрь летающих кораблей, они впитывали энергию из реки Ира и мгновенно из излучали в виде света. По стенам висели старые гобелены, многие из которых выцвели настолько, что не было видно рисунка. Изредка виднелись картины. Как помнил Хаджар, любая картина, написанная не смертным, а адептам, несла в себе определенные мистерии и стоила крупных денег. Здесь их было не так много, как рассказывали про тот же императорский дворец, но на пару состояний, даже по меркам до Анатона, имелось. Позволив отряду немного полюбоваться убранством, Аркемия повела их в сторону лестницы. Их шаги голким эхо разносились по широким, но пустым коридорам. Хаджар явно видел во всем происходящем незримую руку богов. И не потому, что им пока что безумно везло, а просто король, в преддверии ночи Черной Звезды, решил устроить нечто вроде Званого Ужина. Иными словами, собрать всех приближенных до Кхасси и устроить праздник живота. Ну или горло. Ну или как там они кровь принимают. Что, кстати, наглядно показывало положение Текемии при дворе, потому как ее во дворце не было. Как, собственно, из путников завистливого создания. Поднявшись на второй этаж, мало чем отличавшийся от первого, Аркемия повела их не в сторону бального зала, где и проходил многодневный пир, а на местную кухню. Хаджар заранее подозревал, что вид будет еще тот себе, но, пройдя через узкие двери и оказавшись в просторном, светлом помещении, он понял, что видел на войне далеко не все ужасы, которые можно представить. Глава 605. За многочисленными столами, как сперва показалось Хаджару, стояли немертвые. Но, стоило приглядеться, становилось понятно, что это были самые настоящие живые. Вот только их внешний вид оставлял желать лучшего. Женщины и мужчины, с вырезанными на лбах, покрывшимися корками крови, они были словно обтянутые кожей скелеты. Впалые щеки, потрескавшиеся губы и гнилые зубы. Одетые в какие-то рваные тряпки, они, при всем этом, смотрели перед собой абсолютно счастливыми глазами. Безумными, но счастливыми. Что с ними? Спросил Дерек. В это время Аркемия снимала с них настоящие кандалы и одевала фальшивые, которые Хаджар, при помощи воли и черного клинка, выточил из обломков пушек пьяного гуся. Хаджар уже думал, что ему придется переозвучивать вопрос, но Аркемия, ко всеобщему удивлению, решила удостоить юношу ответом. Слюна Дакхаси обладает особым, дурманящим эффектом, поэтому не вздумайте ничего принимать из их рук. Хаджар, услышавший местоимение их, посмотрел на Аркемию. То не выглядело такой уж довольной происходящим, но оно и понятно. Если их план увенчается успехом, то кто знает, какая судьба будет ждать полукровку. С другой стороны, в данный момент, пусть и не по своей воле совершала государственную измену. И даже если Хаджар и компания где-то споткнутся и все закончатся большим провалом, то вряд ли король одобрительно погладит изменщицу по голове. Как ни крути, Аркемия, волей случая, оказалась в данной ситуации третьей стороной, которая еще неизвестно, какие цели преследовала. После Дерека, она освободила Аллею и Ирму. Те, стараясь держаться молодцом, тем не менее выглядели слегка испуганными. Покидая стены родной школы Красного Мула, они вряд ли планировали оказаться в логове жутких монстров, каждый из которых был способен с легкостью лишить их жизни. Не дергайся, здоровяк. Аркемия не с первой попытки подошла к грозному степному клыку. Тот, при виде полукровки, угрожающе зарычал и обнажил клыки. Если не хочешь, чтобы я случайно тебя порезала. Сабли все также были при девушке, вот только обнажить она их не смогла бы. Во всяком случае, не против кого-либо из отряда Хаджара. А почему здесь нет никого из Дакхаси? Дерек подошел к одному из смертных. Он помахал ладонью перед лицом некогда крупного мужчины. Тот, не отвлекаясь от нарезки кровавого мяса, продолжал глупо улыбаться. И, как понимал Хаджар, если бы не вырезанный у всех смертных знак на лбу, то они мгновенно развеялись бы в прах. В замке царила такая атмосфера, что тяжко пришлось бы и слабому истинному адепту. Ласканцев же выручила орачья алхимия. Сегодня в замке лишь дворяне, поясняла Аркемия. Для них зазорным считается не то, что стоять рядом со смертными, а смотреть в их сторону. А как же планирование империи, в которой они собираются править? В голосе Аркемия звучала неприкрытая неприязнь. Сами же дворяне никогда не покидали наших земель и редко когда выбираются из своих замков. Не видел здесь ни одного такого. Закончив размахивать руками перед лицом смертного, Дерек подошел к булькающей на каменной плите обычной кастрюле. Приподняв крышку, он взял черпак и уже собирался опустить его в варево, как Аркемия предупреждающая опустила ему руку на плечо. Не советую. С чего вдруг? Дерек сбросил ладонь полукровки с плеча и зачерпнул немного. Ну как хочешь, усмехнулась Аркемия, глядя на то, как Дерек тянется губами к черпаку. Только сперва подумай, что именно едят Дакхаси, а уже потом пробуй их еду. Дерек, сперва не понявший слов полукровки, задержал черпак всего в нескольких сантиметрах от рта. Хлопнув пару с раз глазами, отбросил черпак обратно в кастрюлю и отшатнулся в сторону. То же самое сделали и Алия с сестрой, стоявшей рядом с разделочным столом, на котором несколько женщин механическими движениями рубили мясо. Теперь все прекрасно понимали, что именно это было за мясо. Неженке, прошептала Аркемия, снимая браслеты с рук Хаджар. Тот, освободившись от волшебного железа, потер запястье, а затем самостоятельно закрепил поддельные кандалы. Чтобы снять такие, истинному адепту требовалось приложить лишь немного усилий. Все помнят свои роли? — спросил Хаджар, повернувшись к опешившему отряду. Даже степной клык и тот выглядел ошарашенным и, пусть и не напуганным, но готовым избавиться от последнего приема пищи. Хаджар, видевший из уверства секты черных врат, все же превзойденных этой кухней, обошелся лишь легким шоком. «Мы действительно будем прислуживать этим монстрам?» — губы ирмы слегка дрожали. «И подносите им, подносите им, подносите!» — успокойся, сестра. Алия схватила беловолосую девушку за руку. «Не думай об этом. Лучше думай о том, что мы спасем наш родной дом и избавим родных от подобной участи, когда убьем короля. Готовы?» — в глазах отряда все еще плескались океаны сомнений, но, самое главное, в них не было трусости. «Тогда переодеваемся». Хаджар, многое раз узнавший от Аркемии про устройство замка, заранее спланировал то, как именно они проберутся на Балдакхассе. Единственное, чего он не учел, что действовать ему приходилось не в компании бывалого авантюриста и вояки, или наследника пиратского клана, а с кучкой недавних шкалеров. «Да помогут нам вечерние звезды». С этими мыслями Хаджар ребром ладони вырубил одного из смертных и, усилием воли, стянул с него одежду. Спрятав свои обноски в пространственное кольцо, он надел серую хламиду, он взял в руки поднос. Изящно сервированный он бы выглядел весьма аппетитно, если бы не знание о том, что именно на нем подавали. Вскоре все уже выглядели так же, как и остальные официанты смертные, которые порой приходили на кухню, брали подносы и исчезали в длинном узком коридоре. Степной клык, который не особо был похож на человеческого смертного, прошептав что-то на своем рычащем языке, опустился на четвереньки. Аркемия, взявшись за цепь, повела его за собой будто собачку. Хаджар, слившись с толпой безумных от удовольствий смертных, вошел в коридор. Темный, тесный, он вел в сторону шума и серебристого света. И, спустя десяток секунд, он едва сдержал возглас восхищения. В огромном, казалось, полностью сделанном из хрусталя зале, кружились под медленную, красивую музыку сотни пар. Высокие мужчины в изысканных камзолах, застывшие в том возрасте, когда им не стоит труда, чтобы заставить девичье сердце биться сильнее. И женщины, вышедшие из мечтаний смелых юношей, тоскующих по теплую девичьей плоти. Они были прекрасны в своих пышных платьях. Их белые, редко когда, черные волосы, плыли в такт воздушным движением длинных, стройных ног. Осиные талии, подчеркнутые широкими поясами, казалось, можно было обхватить двумя большими и указательными пальцами. Среди танцующих пар проходили смертные, легкими, почти незаметными движениями. Пары подхватывали с под носа в бокалы с алыми, вязкими напитками или небольшие закуски. Хаджар, осторожно ступая, двигался в сторону длинного стола. Там, активно орудуя вилками и ножами, пировали другие демоны. Хаджар взглядом искал описанного Аркемией короля и нашел. Более того, даже не опиши она своего отца, не найти его в этом зале было бы сложно. О лицетворении мужской красоты и изящества, одетой в белый с красным камзол, он лениво взирал на окружавшую его роскошь своими ясными, голубыми глазами. Белые локоны лишь немного не дотягивали до широких плеч, а изящные брови в разлет придавали его взору некую задумчивость. Сила же, которая веяла от него, ужасала Хаджара. Она находилась за гранью его понимания. Казалось, что одним слишком суетливым движением, король Дакхаси мог уничтожить весь дворец и всех присутствующих в нем гостей. Все шло по плану. Оставалось только последнее. Ваше Величество, поклонилась Аркемия. Простите, что прерываю праздник, но в наших границах я поймала лазутчика орков. Она дернула за цепь и степной клык подполз вперед. До пирующих и стола с пирующими, где сиделый принц, оставалось не больше пяти метров. Идеальное расстояние. Забавная игрушка, дочь моя, голос короля был переполнен апатией и скукой. Но не вижу, по какой причине ты решила привести это животное сейчас всю. Черный ветер. Хаджар, вкладывая в удар максимум силы, используя зов, обнажил черный клинок и обрушил удар на сидящих. Такой удар, разумеется, не смог бы даже поцарапать безымянного, если бы одновременно с этим Хаджар не достал из пространственного кольца с десяток кристаллов, прихваченных с разбившегося пьяного гуся. Усилием воли отправив их в короля, он подставил их под удар. Раскалываясь, они порождали в потоках энергии аномалии, схожие с вихрями в пепельном небе. Мимолетные, слабые они, тем не менее, даже безымянному не позволили бы долю мгновения использовать свою силу. И именно этим мгновением и воспользовался степной клык. Зарычав, он скинул с подноса крышку и, сняв с него костяной кинжал, рванул в атаку. Хаджар смотрел за тем, как одним махом преодолев в пять метров степной клык вонзает оружие в грудь королю демонов. Слишком просто сверкнула мысль в сознании Хаджар. Он посмотрел на Аркемию. Та победно улыбалась. На ее руки все еще сверкал шрам от клятвы. Все встала на свои места. Но было уже поздно. С легким шелестом позади Хаджара сформировалась аура немыслимой силы. Любопытно потомок врага. Затем щелчок пальцев и ходожра, будто тряпичную куклу, оторвала от земли и, пронесся по воздуху, впечатала в хрустальную стену. Удерживаемый невидимой силой, он не мог и пальцем пошевелить. Лишь смотрел на происходящее. Танцы в зале замерли. Пары стояли по периметру и, держа в руках непонятно откуда взявшиеся бокалы, смотрели на короля. Тот, только что пронзенный кинжалом убийцей, спокойно расхаживал в центре зала. Подойдя к обездвиженному степному клыку, пробившему не более, чем обивку высокого кресла, он потрепал краснокожего по волосам. Хорошая попытка, но это я у тебя заберу. С этими словами он протянул рук, выхватил кинжал, а затем, без всяких усилий, разломал его на две части. Выброшенные обломки покатились куда-то под ноги Аркемия. Тебя уже ждут. Теперь уже степной клык, пролетев с десяток метров по воздуху, впечатался в стену рядом с Хаджаром. Ну, а теперь наши главные гости. В зале зааплодировали, без которых праздника Черной Звезды не произошло бы. Три фигуры в серых холамидах взмыли в воздух и подлетели к королю Дакхасси. С них слетели капюшоны. Дырык, Алия Ирма, без возможности пошевелиться, остановились в метре от демона. Ты мне не нужен. Дырык, повторив судьбу Хаджара и степного клыка, впечатался в стену. Опешивший, испуганный, он неверующе смотрел на своих подруг. Ведь все шло так хорошо. Какие достойные экземпляры. Демон подошел к висящей в воздухе, плачущей Алией Ирме. Он их поочередно обнюхал, а затем, взяв Алию за скулы, произнес. Ты мне не нужна. С хрустом шея девушки изогнулась, а энергия в теле целительницы исчезла. Та умерла мгновенно. Ирма потеряла сознание, а по щекам бессильного дырыка потекли слезы. Перуете, господа, а мне нужно подготовить невесту к ее лучшей, в жизни, ночи. Дакхасси засмеялись и вновь зааплодировали. Король же пошел в сторону выхода из зала. Потерявшие сознание Ирма плыла за ним следом. Ах да, дорогая дочь, да, мой король, склонилась Аркемия. Этих, король кивнул в сторону пригвожденной к стене троицы. Отведи на поля. Думаю, там найдется для них местечко. Глава 606. Хаджару сперва показалось, что он видит старый кошмар о тех временах, когда единственным его собеседником была крыса. Тогда, в темнице королевского дворца в Лидусе, он также сидел в тесном помещении в глубокой тьме. Но наваждение быстро спало. Эта темница оказалась куда просторней. К тому же едкую тьму разбавлял тусклый свет, льющийся сквозь узкую полоску бойницы, заменявшей здесь окно. На серых камнях лежала солома, видимо, заменяла кровать и служила чем-то вроде циновки. Подойдя к решеткам, Хаджар схватился за них и попытался раздвинуть прутья, но, к удивлению, не смог. К удивлению, потому как сталь, которую он чувствовать в ладонях, не обладала собственной энергией. Следовательно, не могла быть артефактной. А удивился Хаджар потому, что его не сковывали никакие кандалы, а на шее не висело рабского ошейника. Но, даже так, сила, почему-то, не могла покинуть его энергетического тела. Будто запертая в нем, внутри меридианы и узлов, она билась о стенки ставшего непроницаемым сосуда. Иными словами, в данный момент Хаджар молочем отличался от простого, натренированного смертного. Что за «очнулся», значит, Хаджар прищурился. Напротив его камеры маячила стена с тусклым факелом, пламя которому заменял голубоватый кристалл. Он напоминал лампы, свешивавшиеся с потолка дворца. Степной клык? Да, голос Орка звучал справа, видимо, из соседней камеры. Дырок еще не в сознании. Это был первый раз, когда краснокожий назвал ласканца по имени. Ты можешь сломать решетки? Если бы мог, Дархан, мы бы здесь не сидели. Хаджар выругался. Слова Орка звучали логично, но не задать вопрос он просто не мог. Еще пару раз ударив кулаком по железным прутьям, Хаджар слезнул с разбитых костяшек кровь и отошел к стене. Прислонившись к ней спиной, он сполз на холодный пол. Хаджар не сомневался, что с другой стороны каземата, степной клык сидел в точно такой же позе. Не сработал план? Да, в голосе краснокожего не звучало ни намека на осуждение. Скорее, разочарование. Причем, в самом себе. Не понимаю, Дархан, я ведь видел его, чувствовал его. И ударил прямо в центр силы. Я ощущал, как кинжал прознает плоти. Артефакт подмены, вздохнул Хаджар. Он смотрел в темный потолок. Оттуда падали тяжелые капли воды. Он был готов заранее. Но как не понимаю, как он мог быть готов? Аркемия Хаджар произнес имя без ненависти. Она обыграла его в чистую. Глупый генерал. Стоило понять, что наше появление в этих землях прошло было не просто замечено, а проконтролировано. Они позволили нам прорваться через вихрь? Нет, покачал головой Хаджар. Он крутил в руках пространственное кольцо. То слегка блестело в тусклом свете бойницы. Прорвались мы сами. Но, как только вихрь был разрушен, а мы оказались здесь, король узнал об этом. И подослал полукровку, прорычал степной клык. Ты должен был позволить мне порвать ее глотку, Дархан. Хаджар вздохнул. Наверное должен был, протянул он. Но не уверен, что тогда к нам бы не отправили отряд из сотни Дакхасси. Лучше смерть в бою, чем так. Степной клык ударил кулаком по стене. Хаджар почувствовал это как легкий толчок, отдавший в спину. Он не мог спорить с краснокожим. Действительно, лучше было бы пасть в достойной сече и с честью встретить порог дома про отцов, чем так. Проклятие. Больше интриг, в которых совершенно не разбирался, он ненавидел разве что казематы. За год, проведенный в одном из таких, он успел проникнуться к ним глубокой антипатией. Но как она смогла? Продолжал сокрушаться степной клык. Я ясно видел шрам от клятвы на ее ладони. Если бы не он, клянусь про отцами, я бы тут же свернул ей шею. Хаджар не стал говорить о том, что вряд ли бы краснокожий смог свернуть шею повелительницы, чье тело было так же крепко, как артефакт уровня неба. С этим, с трудом, мог бы справиться разве что Арун. Да и то, только в том случае, если бы Аркемия стояла не шевелясь и не сопротивлялась попыткам наставника. Законы неба и земли, Хаджар выругался. Она ведь полукровка, степной клык. Ты хоть раз сражался с полукровкой, да к Хассе? Нет, кажется, краснокожий тоже начал немного понимать произошедшее. Только слышал о них. В старых рассказах племени, говорилось о том, что король, порой, забирает к себе женщин. Всех подряд? Нет, только тех, что еще не знали мужчины. Так я и думал, кивнул Хаджар. Именно поэтому он и убил Алию, а Ирму забрал с собой, чтобы зачать ей ребенка. Именно, ребенок, которого он заделает Ирме в ночь черной звезды, будет наполовину Дакхассе, наполовину человеком. Степной клык что-то проворчал, а Хаджар, поднявшись на ноги, подошел к противоположной стене. Приложившись к неюхам, он закрыл глаза и вслушался. Черех пару секунд, он услышал тихое сопение. Дерек все еще находился без сознания. Интересно, текли ли по его щекам слезы? Проклятие. В очередной раз выругался Хаджар. И, кажется, я знаю, с кем именно спала Алия. Степной клык произнес что-то на родном языке. Наверное, прямого перевода это не имело. Почему он нас не убил? Король-то? Хаджар вернулся обратно. Все еще вертя кольцо, он пытался успокоить разум. Ему казалось, что он что-то упускает. Скорее из жадности, нежели по каким-то другим мотивам. Они ведь готовят вторжение в Ласканскую империю, так что постоянно увеличивают объем полей. Нас всего лишь трое. Для обычного жителя, да, но короля мыслит иначе. Мы для него, бесплатная сила, которая пришла сама к нему на службу. Зачем от такой отказываться? Оказываться Алию тогда от обиды. Он наверняка планировал увеличить шансы на успех тем, что сделает не одного, а двух детей. Но как все это помогло полукровке избежать наказания? С нею короля не получилось. Она, как и остальные Дакхаси вне законов неба и земли. И именно поэтому они прячутся здесь, потому как стоит им на длительное время выйти из-под завесы, как они все помрут. Хаджару это напомнило сказки Земли о непереносимости вампирами солнечного света. Нет, Дакхаси, конечно, сильно отличались от земных вампиров, но суть была одна и та же. Звучит очень странно, Дархан. И не говори, здоровяк, и не говори, хмыкнул Хаджар. Но именно эта странность объясняла заинтересованность в неудаче Дакхаси одновременно со стороны богов и демонов. Первые послали Фрию с напутственным словом, вторые – своего верного эмиссара Хельмера, повелителя ночных кошмаров. Ни одной из фракций не хотелось, чтобы кто-то таким образом обыграл законы неба и земли. Но ты, Дархан, говорил, что ее едва не убила река мира, когда она попыталась нарушить клятву. Хаджар открыл был рот, потом закрыл, потом открыл еще раз, а затем выругался. Ты знаешь, степной клык, я идиот. Когда ее окутал свет, мы были на границе земель Дакхаси. Там, где влияние завесы наименьшее. Получается, там клятва на нее действовала, а дальше уже нет. Получается, что так, кивнул Хаджар. Иными словами, иными словами, прозвучало из-за стены. Твоя ошибка стоила жизни моей невесты. Дерек очнулся и, первым что попытался сделать, сломать прутья решетки. Но и у него не получилось. Глава 607. Дерек какое-то время остервенело бил и стучал по прутьям, но, поняв тщетность своих попыток, отошел к стене. Точно так же, как недавно и Хаджар, судя по звуку, он сполз по ней и затих. Наверное, кто-то бы в данной ситуации сказал бы прости, Дерек или нечто в этом роде, но не Хаджар. Он не собирался брать на себя вину за смерть Аллеи. Да, разумеется, какую-то степень ответственности он ощущал, но не более. Всех троих из них и Хаджар, и степной клык предупреждали о смертельной опасности путешествия в эти земли. Более того, ученики школы Красного Мула, чтобы самостоятельно принимать решения, Хаджар не собирался нести на себе груз смерти Аллеи. Не собирался. Это я виноват, вздохнул Дерек. Голос его слегка дрожал. Если бы я послушал свой внутренний голос, если бы не согласился, она бы она бы она. Дерек, ты замолчи, Хаджар, выкрикнул ласканец. Прошу тебя, замолчи. Замолчи, пока я не начал винить тебя в произошедшем. Дерек прекрасно понимал все то, о чем только то размышлял Хаджар, но одно дело, понимать, а другое, принимать. Почему мы все еще не на полях? Спросил юноша, пытаясь удержать голос от срыва. Кто знает, пожал плечами Хаджар. Может передумали? Вряд ли, на полном серьезе, ответил степной клык. Докхасси не отличаются милосердием. Хаджар продолжил крутить в руке свое кольцо. Если бы орки разбирались в артефактах так же хорошо, как в алхимии, то, возможно, у них был бы шанс как-то повлиять на ситуацию. А так, одно радовало, сами Докхасси тоже в артефакторике не разбирались, иначе бы уже давно использовали обломки кораблей в приграничье. А так, пользовались тем, что добывали в своих вылазках и чему могли найти применение. Хотя, оставалось загадкой, каким именно образом они заблокировали возможность выпускать энергию вовне. Внезапно кольцо, отразив луч тусклого света, на миг ослепило Хаджара, а когда тот проморгался, то его поразила догадка. Подняв артефакт на уровень лица, он посмотрел на него и широко улыбнулся. Докхасси наверняка даже не знали, что это такое, именно поэтому и не забрали. Все же, подобные артефакты встречали намного реже, чем те же императорские клинки или броня. Это только в далеких королевствах народ полагал, что императорский клинок это привилегия лишь императора, а пространственные артефакты не более, чем легенда. Поднявшись на ноги, Хаджар направил кольцо на решетку и мысленно взмолился, чтобы все получилось. Надев кольцо на палец, тот самый, в котором увеличил меридианы настолько, что они буквально пронзили плоть. Для какой-либо техники этого не хватило бы, а вот для пространственного кольца. Кто бы мог подумать, что эксперимент с техникой медитации пути среди облаков спустя столько времени станет решающим фактором. Отдав мысленный приказ, Хаджар выпустил энергию. Та, двигаясь куда медленнее, чем обычно, все же влилась в кольцо. Спустя мгновение внутри него появились обломки стальных прутьев. В самой тюремной решетке появилось круглое отверстие Димитром в полметра. Достаточно, чтобы в него пролезть человек. Кажется, нам пока еще рано вспоминать имена про отцов, улыбнулся Хаджар и выбрался в коридор. Как и в самой камере, здесь царили сумрак и сырость. Энергия все еще двигалась медленно и вязко, но, тем не менее, понемногу меридианы начали ее пропускать. Сделав несколько шагов по тюремному коридору, Хаджар оказался напротив камеры степного клыка. Как и думал Хаджар, тот сидел, прислонившись спиной к смежной стене, в довольно просторной, по меркам казематов, камере. Орк выглядел медведем в бродячем цирке. Настолько на его фоне камера выглядела тесной и узкой. Как ты это сделал? Глаза краснокожего, впервые на памяти Хаджара, расширились от удивления. Хаджар подбросил кольцо и, поймав его на лету, подмигнул орку. Не настолько уж и плох путь развития людей, да? Орк, обнажив в улыбке нижние клыки, кивнул на решетки. Вытащи меня отсюда, Дархан. Что вы там делаете? Послышался голос Дарыка. Хаджар, не тратя время на ответ, сосредоточился на артефакте и решетке. Благодаря тому, что в коридоре давление пусть и незначительно, но ослабло, Хаджар смог собрать достаточно энергии, чтобы проделать дару шире, чем в собственной камере. Выбравшись в коридор, степной клык оглушительно хрустнул шейными позвонками, а затем и плечевыми суставами. Несмотря на потеряю кинжала и провал их авантюры, он сохранил боевой настрой. В глазах свободного охотника не было ни тени сомнения или апатии. Наверное, одно это могло объяснить причину того, каким именно образом орки могли тысячи лет сражаться с Дакхасси. Они просто не знали такого слова, как сдаться или опустить руки. Да что там происходит? Чего Хаджар не мог сказать о Дереке? Переглянувшись, Хаджар вместе со степным клыком подошли к камере ученика школы Красного Мула. Тот, сидя на полу, выглядел подавленным. Смотрел в пустоту коридора. Стоило только им показаться в свете кристаллического факела, как Дерек вскочил и схватился за прутья. Как вы. Впрочем, неважно. Выпустите меня. Хаджар посмотрел на юношу. Он прекрасно знал, что именно творится у того на душе. Сейчас Дерек питал к Дакхасси те же самые эмоции, что и к Дарнасу. Если последние отняли у него мать, то первые, возлюбленную. И то и другое давало достаточный повод к тому, чтобы сжигать себя огнем мести. Безусловно, оно дарило силой волю к жизни и преодолению трудностей, но погаснув. К тому же, в таком состоянии Дерек вряд ли мог всегда сохранять адекватность и холодность разума. А именно эти два качества сейчас им требовались больше всего. Чего вы ждете? Дерек, тихо произнес Хаджар. Ты уверен, что хочешь пойти с нами? Глаза юноши вспыхнули недобрым светом. Ты меня об этом уже спрашивала. И смотри, к чему это привело, перебил Хаджар. Мы не собираемся сбегать, Дерек. Мы все еще собираемся отправить короля к проотцам ну или кто там у демонов. Я это понимаю, кивнул Дерек. И если ты думаешь, что я сойду с ума от горя и подведу вас, то это не так. Я еще не умер от душевных ран, Хаджар, а значит пока нахожусь в здравом уме. Хаджар вздохнул. Решай быстрее, северный ветер, прошептал степной клык. Мы в самом сердце их гнезда. Не время мешкаться. Проклятие. Хаджар направил в кольцо энергию и спустя несколько секунд Дерек, выбравшись из клетки, стоял рядом с ними. Он, так же, как и степной клык, пылал решимостью. Но если Орк сражался ради своего племени, то Дерек исключительно из чувства мести. Хаджару в свое время потребовалось почти 20 лет, чтобы понять слова матери Азри и осознать, что путь мести – путь в никуда. В этот момент со стороны винтовой лестницы, пронзающей потолок пустой тюрьмы, разнесло сехо шагов. Вечерние звезды прошипел Хаджар. Вместе с Орком и Ласканцем Хаджар рванул в нишу, на которую не падал свет кристаллического факела. Он собрал достаточно энергии, чтобы хватило на призыв черного клинка. Тот бесшумно вспыхнул в его руке полоской тьмы. В отличие от Дерека, с которого сняли перевязь с кинжалами и броню уровня неба, Хаджара обезоружить можно было только одним способом – убить его. И, видит вечерние звезды и высокое небо, Дакхаси еще пожалеют, что не сделали этого. Как только на лестнице показалась чья-то нога, Хаджар тут же вонзил в нее меч. Второй подобной ошибки я не допущу. Он схватил Аркемию, которой и оказался визитер, скинул ей на каменный пол и уже хотел было позволить клинку сожрать ее дух, как вдруг его осенило. «Какой же ты, все же идиот, Хаджар Дархан», – прошипела она. В этот самый момент Хаджар понял, что именно Хельмир от него хотел. Повелителю ночных кошмаров нужна была эта полукровка. Глава 608. «Так значит это была ты», – Хаджар пока не убирал черного клинка от плоти полукровки. Он упер колени в ее предплечье, а в левую руку, с зажатым в ней разделочным кинжалом, приставил его к горлу Аркемии. Ее черные волосы разметались по полу, а рассеченное платье оголило стройные ноги. «С самого начала это была ты. Только понял, да». Прищурилась девушка. «Ты хоть представляешь, каких трудов мне стоило привести к скале этого клятого принца?» «Клятого принца?» «И ведь нет. Столько интриг, столько потянутых ниточек, столько взятых с дворян долгов, чтобы эта избалованная задница поехала со мной к рубежам, а ты решил взять в плен меня?» «Меня, проклятие, а не принца. Что вообще у тебя в голове, Дархан? Или ты просто с женщиной долго не возлежал и думал со мной переспать?» «Он сжал свои огромные кулачища и шагнул вперед. Я размазжу ей голо. Без своих топоров, тупая ты башка. Вряд ли у тебя что-то получится. С этими словами Аркемия отправила почти неуловимый поток энергии в заколку в волосах. В ту же секунду на полу материализовались кинжалы дырыка и топоры степного клыка. «Да, ты, в кои-то веки, правильно понял, скривилась Аркемия. Это только благодаря мне с тебя не сняли пространственное кольцо. Зачем ты мне его оставила?» Аркемия закатила глаза и отвернулась. Только сейчас она увидела дырки в решетках. «А как ты?» Уже начала она задавать свой вопрос, как Хаджар надавил на клинок. «Вечерние звезды. Да убери ты свой меч. Повторяю свой вопрос. Зачем ты оставила мне кольцо?» «Предупреждаю сразу. Два. Дважды ты не повторяешь. Да-да, оставила, чтобы ты, дуря твоя башка, понял, что я на вашей стороне. Тут дырек, вопреки своим обещаниям, не сдержался. Схватив с пола кинжал, он едва было не набросился на Аркемию. Его, что удивительно, удержал степной клык. Видимо жест с топорами в очередной раз сдвинул парадигму бытия краснокожего. «Я убью эту сучку. Следи за языком, щегол», — фыркнула Аркемия. «Я уже предупреждала, что с ним иначе произойдет. Из-за тебя погибла Алия». Не унимался дырек. Хаджар уже дважды пожалел, что все же выпустил его из темницы. Сидел бы себе в клетке, грустил. Потом, если бы все увенчалось успехом, его бы выпустили. А если провалом, то так и так сгинул бы на полях. Она погибла из-за своей дурости. Ну или из-за того, что ты слишком слаб, чтобы ее защ. Хаджар вонзил черный клинок чуть глубже, а степной клык накрыл рот дырека своей огромной лапищей. Успокоились все. Процедил Хаджар, с опаской поглядывая в сторону винтовой лестницы. Разорались тут. Теперь, Аркемия, выкладывай все по порядку и без фокусов. Мне уже надоело участвовать себя идиотом. Выкладывать нечего. Я присутствовала в момент, когда король узнал о вторжении. Тогда же я и вызвалась отправиться к границам. В ответ на это король, как обычно, решил использовать меня. Приказал мне втереться к вам в доверие. Так он всегда делает. Пока все звучало относительно стройно. Но Хаджар чувствовал, что Аркемия все равно пытается что-то от него скрыть. И именно поэтому пока не собирался убирать черный клинок. Приказа его, из-за метки, я не могу ослушаться. Как и все прочие. Метка, которой ты управляла воротами и туманом. Да, кивнула Аркемия. Это что-то вроде нашего аналога клятвы крови. Только имеет больше возможностей и управляет ей напрямую король. Значит свечение, которое я видел, вызвал он. Нет. Я действительно принесла тебе настоящую клятву. Во всяком случае, моя человеческая половина. И чем дальше мы были от завесы, тем слабее становилась моя частичка Дакхасе. И тем сильнее чувствовалась власть законов неба и земли. И именно поэтому ты не подходишь своему отцу. Он мне не отец. В сердцах и абсолютно искренне воскликнула Аркемия. У меня был отец, муж моей матери. И тот факт, что он ее изнасиловал и зачил меня, не делает этого монстра моим отцом. Очередной кусок пазла встал на нужное место. Ты продолжай, поторопил Хаджар. Мы остановились на том месте, где король отправляет тебя на задание. Поняв, что на мне лежит бремя королевского приказа, мне пришлось использовать все связи и все несобранные долги с дворян, чтобы составить собственную интригу. Я вынудила принца поехать вместе со мной и единственным, что не входило в мои планы, было встретить по пути Текемию. А она какую должность занимает? Это тупая стерва? Да никакой. Следит за сохранностью полей. Простолюдинка паршивая. Фраза о простолюдинах, признаться, задела какие-то потаенные чувства Хаджара. На него ведь, поначалу, до становления полноправным учеником школы святого неба так и смотрели в Дарнасе, как на человека второго сорта. Нет, его подобное отношение никогда не задевало. Он прекрасно знал себе цену. Но, все же. И вот, мы, доехав до места, на которые указал король, раскидываем сети. Вернее, их раскидываю я, потому как ни принц, ни Текемия о моем задании не знали. И именно в эти сети я и попал. Попал ты? Да ты в эти сети ворвался, порвал их и поплыл куда-то вообще в непонятное направление. А взяв меня в плен и в такой близости к границе, стребовав клятву, едва было не нарушил все планы. Планы. Дарак на мгновение вырвался из схватки Степного Клыка. План Хмфм. Орг, сохраняя абсолютно каменное выражение лица, вновь накрыл рот парнишке ладонью. В итоге, я едва голову себе не сломала, чтобы все разыграть таким образом, чтобы и твою клятву выдержать и приказ короля не нарушить. Благо здесь, вдали от границ завесы, моя демоническая половина сильнее человеческой и давление клятвы я не ощущаю. И именно поэтому смогла ее нарушить. Сдав нас королю. Идиот. Он с самого начала, с того самого момента, как вы прорвали завесу, подготовил все, что вы видели. Даже этот клятый балл был дан в честь его новой невесты. Вы же появились там именно в тот момент, когда было нужно ему. Проклятый монстр. Хаджар посмотрел в глаза Аркемии. Там плескалось абсолютно неподдельный океан ненависти, а отношению к королю Дакхаси. Интересно, а каково это родиться, вырасти, жить и постигать путь развития, будучи окруженным врагами? Удивительно, но от чего-то Хаджар указалось, что он понимал Аркемию. Пусть не полностью, пусть не до конца, но понимал. Но все обернулось успешно. Отец пожадничал и не стал отправлять вас на поля. На это я и рассчитывала. Это животное свое не упустит. У меня получилось перехватить вас у конвоя и отправить сюда. Сказала, что хочу провести пару экспериментов. А остальное? Алия погибла, тяжело обронил степной клык. Она была нашим соратником. Ее смерть, твоя вина. Даже если бы погибли все вы, прошипела в ответ Аркемия. Но у меня получилось бы усыпить бдительность короля, я сочла бы это успехом. Или вы думаете, что так легко убить безымянного, который прожил почти сотню тысяч лет? Да он видит все насквозь. И только в ночь черной звезды будет ослеплен своей жаждой еще большей власти и свободы от князя демонов, закончила Захаджара Аркемия. Так что сейчас лучший момент для убийства этой твари. Я отомщу за мать и отца, вы выполните свою миссию, в чем бы она ни была. После чего всех нас сожрут оставшиеся Дакхасси. Тут Аркемия широко улыбнулась. Не сожрут, кровожадно просвистела она. Как только король сгинет, следом за ним падет из-за веса. Нам нужно будет лишь укрыться где-то на ночь, а к утру они все передохнут. Это, опять же, звучало весьма логично. Да и вообще, королю уже не оставалось никакого смысла и дальше водить их за нас. А сама Аркемия, без озвученных мотивов, тоже не обладала резоном расисковать своей жизнью и играть в игру, которая не принесет ей никакой пользы. За исключением, разумеется, того, что она говорила правду. Как бы это ни звучало, но в данный момент, Хаджар верил каждому ее слову. Просто потому, что в ее положении он бы поступил так же. Более того, он так же и поступал. Ха. Странно. Но почему-то она напомнила ему об одной ведьме с островов, которая жизни человека предпочла личину волка. Это все замечательно, но даже с твоей помощью мы никак не убьем безымянного. Сил не хватит. Хватит. Улыбка Аркемии стала еще шире. Король ничего не смыслит в артефактах, иначе бы он понял, что ритуальное оружие не сломалось бы в его руках, а, скорее, отрезало бы их. На полу, там же где недавно лежали топоры, появился костяной кинжал. Тот самый, что недавно король разбил на несколько частей. Я успела подменить его, пока вы были заняты врачеванием ласканцев. Благо этот момент ты в своей клятве не предусмотрел. Хаджар не знал, корить себя за это или благодарить. Проклятие. 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 Выругавшись несколько раз, Хаджар поднялся на ноги, развеял черный клинок и протянул руку Аркемии. Я все еще тебе не верю, полукровка. И правильно делаешь, северный ветер. И правильно делаешь. Глава 609. Степной клык благоразумно не отпустил дырыка. Тот все также находился в плену его огромных лапищ. Парнишка-ласканец так и не ослабил хватки на кинжала. Он до белых костяшек сжимал рукояти клинков, нацеливая их острием прямо в грудь Аркемии. Та, поднявшись, отряхнула свое порванное платье и хищным взглядом посмотреть на Хаджара. А поаккуратнее нельзя было? Прошипела она. Другое заведешь, пожал плечами Хаджар. В ответ на это Аркемия встряхнула копной черных волос и закатила голубые глаза. Думаешь, у Дакхас ситкацкие станки на каждом углу стоят? Или, может, здесь парчей и шилка целые склады? Хаджар собирался уже что-то ответить, как его прервал Рыкорка. Вы будете спорить или мы попытаемся спасти мир? Хаджар осекся, прокашлялся и посмотрел в глаза Аркемии. Та, казалось, тоже не особо хотела продолжать спор. Для нее все происходящее представлялось в виде давно лелеемой мечты. Хаджар же, не стоит отрицать, пришел сюда за силой, новыми знаниями и возможность получить от орков ценные ресурсы. Настолько ценные, что ради них приходилось рисковать жизнью. Даже если бы Дакхас си осуществили свой план и стали частью законов неба и земли, то на мире в целом это бы никак не отразилось. Ну потеряли бы Ласкан и Дарнас часть своих земель. Но появилась бы иная раса разумных, помимо орков и эльфов. Кому какое дело? На сильнейших адептах империи уровня повелителей и выше это бы вообще никак не сказалось. Да, вздохнул Хаджар, понимая, что, скорее всего, его обыграли. Но сделала это вовсе не полукровка, и не только что. Какой у тебя план, Аркемия? А разве это не ты здесь гениальный составитель планов? Девушка скрестила руки на груди и всем своим видом показывала, что не собирается отвечать. Степной клык. Да, северный ветер. Сверни ей шею, пожалуйста. Сперва краснокожий ответил на просьбу Хаджара недоуменным взглядом и легким шоком, зато потом обнажил нижние клыки в широкой улыбке. С радостью. Орк буквально отбросил в сторону дырыка, который чудом не врезался головой в кристаллический факел и потянулся руками к Аркемии. Та, как и подозревал Хаджар, отшатнулась в сторону. Хорошо, хорошо. Замахала руками с виду грозный повелитель. Только убери своего громилу. Степный клык. Да, северный ветер. Оставь несчастную. Убьем ее чуть позже. Орк, так и не сдвинувшийся с места, подхватил пошатнувшегося дырыка и вновь закрыл тому рот ладонью. В этот момент он совершенно незаметно и очень плутовски подмигнул Хаджару. Дархан не уставал удивляться тому, насколько, все же, сообразительным оказался краснокожий гигант. Видимо, не только мы в этих катакомбах слабеем. Да, прищурился Хаджар. Близость к жиле Руды Откровения, пояснила разом успокоившаяся Аркемия. Из него сделаны факелы и лампы, которые вы видели во дворце. Руда Откровения? Переспросил Хаджар. Да. Металл, который Дакхасе используют для своей защиты. Разве ты не ощущали местную тяжелую атмосферу? Вместо ответа все трое просто кивнули. Ее создает вовсе не завеса короля, а это жила. Природная аномалия, если хотите. Особого применения у него я не знаю, ну, может в Империях из него что-то мастерят. А так, при достаточной концентрации, примерно в несколько сотен тонн, он может из слабого адепта сделать существо не сильнее смертного. Несколько тонн теперь понятно, почему ни в Ласкане, ни в Дарнасе не существовало оружие из металла Откровения. Хаджару трудно было представить себе меч или копье объемом в несколько сотен тонн, но. Так и каков был твой план? Спросил Хаджар, одновременно с этим размышляя над своим собственным. Полукровке он не доверял от слова совсем. Аркемия, присев на корточке, достала из пространственного артефакта широкий лист желтой, от старости, бумаги. На нем были начертаны несколько схематических рисунков. В них Хаджар не сразу и с большим трудом узнал дворец короля и его ближайшие окрестности, а также внутренние схемы коридоров и залов. Работа, пусть и очень корявая, была выполнена с большим старанием и прилежанием. Но, тем не менее, в бытность безумным генералам если бы глава разведки предоставил на военный совет такие чертежи, то был бы немедленно бит. Видимо скептическое отношение к схеме отразилось на лице, так как Аркемия не то что надулась, а явно оказалась задета за живое. Я его 9 лет составляла, тихо, сдали и скорби, произнесла она. Опять же, здесь, как-то, нет ваших знаменитых имперских школ, где бы меня могли обучить. В том, что образование Аркемии не доставало было ясно из ее говора. Многие портовые девицы в Лидусе выглядели более эрудированными в общих вопросах, нежели полукровка Дакхаси. Итак, указательным пальцем девушка ткнула в схему дворца. Сейчас мы находимся в южной секции, в казематах. Что мы уже успели заметить, кивнул Хаджар. Аркемия посмотрела на Хаджара с явным недовольством, но промолчала. Я не просто так сюда вас поместила, продолжила полукровка. Здесь, около северной части стены, она указала на схему. Есть ниша с тайным проходом, которые, кроме меня и нескольких Дакхаси, которые за последнее время таинственным. Единственным Аркемия усмехнулась. Образом исчезли, никому неизвестно, с чего вдруг. Я постаралась, кажется, девушка была шокирована подобной плоскостью вопроса. С чего вдруг неизвестно, пояснил Хаджар. И не смотри на меня так, Аркемия. Ты уже однажды предала нас. Предают те, кто верен или близок, перебила полукровка. А я изначально дала понять, что вам не союзница. Нас просто временно объединят общие интересы. Вот ради общих интересов и поясни. Вечерние звезды Аркемия, помимо присказки Мария Песков, выругалась на странном, свистящем языке. Если ты думаешь, что Дакхаси смыслит в строительстве, это не так. Когда они оказались в эти землях, здесь процветало небольшое королевство смертных. Собственного его они загубили, переняв повадки и часть знаний. Ну, это объясняло схожесть жизни устройства демонов с человеческим. Проходы остались с тех времен, продолжила Аркемия. Когда я была маленькая, то мне пришлось выучить все потаенные закоулки дворца, чтобы не... Девушка помотала головой. Нетрудно было догадаться, что воспоминания, к которым мостиком вела эта фраза, были не из приятных. Вряд ли маленькой полукровки, потерявшей мать и в которой биологический отец не видел особой пользы, слишком сладко жилось во дворце, полной демонов. Поэтому проходы мы сможем выбраться сюда. Да, она указала на шпиль одной из башен, а уже от нее повела пальцем дальше. Здесь, между западным крылом и северной башней, на площадке, в самый разгар ночи Черной Звезды, король попытается зачать ребенка. Попытается, схватился за оговорку Хаджар. Для того, чтобы все получилось, Ирма должна быть в особом состоянии, пояснила Аркемия. Она должна быть на промежуточной стадии между немертвой и живой. Только тогда она сможет понести от короля. А в момент зачатия он, сосредоточенный на потомстве, будет практически так же уязвим, как смертный. И сколько займет процесс? Абсолютно ровным тоном спросил Хаджар. А ты не в курсе? Попыталась язвить полукровка, но наткнулась на стену полного игнорирования. Обычный половой акт, который он не станет затягивать, потом примерно четверть часа на ритуал. В среднем, от 20 до 45 минут. Значит 15, кивнул Хаджар. Лучше действовать время недостатка времени, чем рассчитывать на случай. Резонно согласилась Аркемия. Но есть одно но. Ну, а куда же без него? Короля будет охранять отряд его личной гвардии. Десяток Дакхасси, равных по силе пиковым рыцарем духа и начальным повелителем. Хаджар выругался. Сколько у нас до начала действа? Полтора дня. Полтора дня. Полтора дня на самую дикую из всех авантюр, в которые когда-либо пускался Хаджар. Мне надо подумать, сказал он. Простым эффектом неожиданности здесь ничего не добьешься. Аркемия свернула схему и убрала ее обратно в пространственный артефакт. Сюда никто не спустится, сказала она. Я надежно запечатал вход, да и ни один из Дакхасси добровольно не решится отказаться от своей силы. Руда откровения влияет на них не хуже, чем на людей или орков. Хаджар, улегшись на камень, прикрыл глаза и сложил руки на груди. Мне нужно посоветоваться кое с кем. С кем? Услышал он прозвучавший словно издалека вопрос. С далеким предком, ответил Хаджар, проваливаясь в бездну собственного сознания. Он уже слышал вороник лекот и хлопанье крыльев. Черный генерал ждал его. Глава 610. Хаджар, пройдя сквозь тьму, оказался там, где был уже столько раз, что успел привыкнуть и порой скучал по этому месту. Скучал по тому ощущению безграничной свободы, что оно дарило. Скучал по шелесту высокой травы, ровным ковром устилающей все вокруг, вплоть до самого горизонта. По высокому небу, где степенно плыли белые кучевые. Из них складывались самые разнообразные фигуры. Скучал он и по холму, стоящему в центру бескрайней долины, и по камню, на котором когда-то сидел его великий учитель и предок. Учитель Хаджар, опустившись на колени, коснулся лбом земли в основании камня. Пусть Травеси ушел дальше по пути жизни и его фигуры больше не было в мире души Хаджара, но это не значит, что он забудет о чести и откажется выказать уважение древнему дракону. Поднявшись и машинально отряхнув свои иллюзорные, но все также тысячу раз штопанные одежды, Хаджар заметил небольшие изменения. На холме, рядом с камнем, росло маленькое деревце, такое низкое, что его можно было легко перепутать с кустом. Но, тем не менее, это был не росток, а именно миниатюрное дерево. На его кроне спал маленький, пестроперый птенец-птица-кицель. В верованиях племен орков эта птица олицетворяла ветер, свободу, а еще почему-то служила проводником к дому праотцов. «Здравствуй, мой новый друг», — Хаджар наклонился и потрепал указательным пальцем, потрепал оперение птенца. Почему-то при взгляде на миниатюрное создание он ощущал небывалое родство и теплоту. Будто смотрел не на нечто, чего сам до конца еще не понимал, а на то, чего ему очень долго не хватало, и что ему вернули. Вернее, он забрал сам. Птенец открыл клюв, что-то сонно проворковал, а в следующее мгновение мажившие листья кроны скрыли его от взгляда. Поднявшись на ноги, Хаджар посмотрел в сторону горизонта. Как бы здесь ни было замечательно, но сейчас он спустился, или поднялся, сюда вовсе не за тем, чтобы просто предаться воспоминаниям. Ну, стоит уже, попробовать. Хаджар вытянул перед собой руку и сосредоточился. Когда-то давно он даже попасть сюда по собственному желанию не мог. Но после испытания шамана, посещения мира духов и обретения птенца Кицеля, Хаджар стал лучше понимать это место. Если раньше для него зеленая долина была не более, чем иллюзорная реальность, где обитал учитель, то теперь Хаджар понимал, этот мир был его частью. Такой же неотъемлемое, как сердце или меридианы с узлами. Этот мир существовал внутри него самого, а значит, он имел над ним безраздельную власть. Появись, приказным тоном, произнес Хаджар и сжал кулак. Пространство перед ним искривилось, сжалось, скомкалось, а затем в воздухе появилась клетка. Каждый из прутьев этой небольшой темницы выглядел скрученным в острую спираль луч радуги. Дно, сверкающее звездами ночное небо, а крышка – небо в полдень. Внутри же, на жердочке, сидел большой черный ворон. О него, даже несмотря на клетку, веяло чудовищной силой. Такой, что могла бы, без преувеличения, уничтожить с десяток фрей. И это учитывая, что перед Хаджаром был лишь осколок души первого из Дарханов. Может, самый крупный из всех, разбросанных по миру, но, все же, просто осколок. Тень от тени изначального сознания. Пришел таки, потомок. В отличие от прошлого визита Хаджар, сейчас духу речь давалась с трудом. А в такт каждому произнесенному слову вспыхивали прутья клетки. И зачем только все эти сложности с эльфийскими ядами? Чтобы ты не захватил мое тело, Дархан, ворон открыл клюв и издал звук, похожий на могильный клекот. Оно все равно будет мое, птенец, произнесла птица. Чтобы ты не делал, через шесть лет и одиннадцать месяцев это тело станет моим. Если я не стану повелителем, повелителем, черный генерал, кажется, задумался. Ах, ну да. Что же, если ты справишься, то это отсрочит мое главенство в этом мешке плоти, но ненадолго. Может век, может два, но рано или поздно, ты сгинешь, а я займу эту оболочку. Хаджар постарался сохранить ничего не выражающее лицо, но обмануть столь древнее создание, как враг, было не так уж и просто. Что удивлен? А ты думал, что эта эльфийская девочка действительно тебя спасет? Наивность, достойная младенца. Впрочем, коим ты и являешься. Однажды я от тебя избавлюсь, твердо произнес Хаджар. С тем же успехом, ты можешь попытаться избавить от своей души, вновь закликотала птица. Мы с тобой одно целое, потомок. Однажды ты это поймешь примерно в тот момент, когда мы поменяемся местами и это ты будешь сидеть в клетке. Хаджар вздохнул и потер переносицу. Спорить с этим созданием было бесполезно. Что ты можешь рассказать мне о законах неба и земли? Задал, наконец, Хаджар свой вопрос. Ворон склонил голову на бок и сложил крылья, которыми в последнее время било прутья клетки. Мыслишь в верном направлении, потомок, слабость Дакхасе, как и всех демонов и богов действительно в законах. Ты вижу все, что с тобой происходит, закончил за Хаджара враг. Я ведь уже говорил, что мы одно целое, потомок. С самой первой секунды твоей жизни я наблюдаю. Я всегда рядом, так что все твои планы по моему изгнанию известны мне заранее. Значит я играю с открытой рукой, кивнул сам себе Хаджар. Впрочем, не важно, ты мне расскажешь или нет. И опять этот жуткий вороник лёкот. Ещё недавно, когда я предлагал тебе силу справиться с любыми врагами, ты отказывался. А как столкнулся с чем-то действительно для тебя опасным, приполз на коленях. Взгляд Хаджара стал стальным. Я не помню, что бы просил у тебя сейчас силы. Знание и есть сила. Если бы ты стал бессмертным, то понял бы это, но увы, ещё до того, как ты познаёшь свой дух и станешь его рыцарем, я отправлю тебя в вечный сон. Хаджар широко улыбнулся. Но если Дакхаси меня прибьют, то в вечный сон отправишься ты. Отправился бы. Первый их Дарханов отвернулся и посмотрел в сторону горизонта. Но в этих землях, где нет законов неба и земли, может мой дух сможет и освободиться. Хаджар разжал кулак и в ту же секунду клетка и заключённый в ней осколок души врага исчезли в складках пространства. Может чёрный генерал и был одним из древнейших существ в этом мире, но ему явно не доставало общение. Так что длинный клюв ворону, как это бывает в сказках, изрядно подвёл. Большего от тебя мне не нужно было. Хаджар поднял взгляд к небу. Однажды, потянувшись за силой, чтобы спастись в смертельно опасной ситуации, я отказался от части себя. Больше такого не произойдёт. То, что было отнято когда-то, я верну обратно. Хаджар посмотрел на спящего кицеля, а затем поднял к лицу правую руку, где олело его имя. И, может быть, оно звучало так же, как у врага, но это не означало, что оно их объединяло. Нет, его имя было только его и ничьим больше. Ради него он чуть было не потерялся в бездне. Хаджар закрыл глаза. Я уважаю тебя, но я не твой раб, тихо прошептал он. Когда он открыл их вновь, то перед ним, в бесконечном мраке, мерным стальным светом сиял иероглиф в форме жука. И каждая нить, каждая линия в символе, была будто оставлена совершенно невероятным, монструозным ударом меча. Однажды, в битве с Томом Диносом, оказавшись в этом месте, Хаджар едва выдерживал давление знака. Но сейчас все обстояло иначе. Теперь на его правом плече сидел птенец Кицеля. Маленькая, но такая вольная птичка. А еще от его руки исходил багровый свет, щитом окутывавший Хаджара. Сегодня я нанесу тебе удар, от которого ты еще не скоро оправишься, прорычал Хаджар. В месте, где нет законов неба и земли, в подвале, где таинственный металл сковывает энергию, Хаджар был не сильнее смертного. Но это означало и то, что метка духа меча ослабла в той же степени. И пусть Аркемия сказала, что раб однажды, раб навсегда, Хаджар был не согласен. Рожденный свободным, рабом стать не может. А, видит вечерние звезды и высокое небо, Хаджар Дархан был свободным даже тогда, когда смотрел на мир через экран ноутбука. Сокрушительный удар кулака воли обрушился на метку. Глава 611. Красная энергия, сгустившаяся в форму кулака, обрушилась на стальную метку. От первого же удара Хаджар ощутил жесткую отдачу. Стоило только его воле коснуться тончайшей нити иероглифа, соседней с той, которую он разрушил во время боя с Томом Диносом, как по Хаджару ударила волна силы. Огромная, будто цунами, она захлестнула его и начала нещадно давить. Хаджар задыхался. Его душа затряслась осенним листом, готовым сорваться с сухой ветки реальности. Ну уж нет, с трудом произнес Хаджар. Он, усевшись в позу лотоса, собрал еще больше воли. Теперь то, что недавно выглядело алым кулаком, обернулось острым мечом, копией черного клинка. Опустившись на нить метки духа, он мгновенно окутался сиянием цвета мокрой стали. Будто метка сопротивлялась и никоим образом не желала распадаться. Сам же Хаджар терпел все нарастающие давления. В это время в реальности происходило нечто странное. Степной Клык и Дерек сидели по левую руку от лежащего на полу Хаджара, а Аркемия – по правую. Сам же мечник выступал между ними чем-то вроде разделительной полосы. Великие предки, Степной Клык прошептал что-то на родном языке, а затем, свистнув между пальцами, призвал расплывчатый силуэт волка. Это все, на что хватало накопленной за прошедшее время энергии. Вокруг самого Хаджара постепенно саван от пяток к горлу, поднималось серебристое свечение. Одновременно с этим, Хаджар начал слегка дергаться, а по его телу потекли струйки сине-черной энергии. Что это? С легким испугом спросил Дерек. Меньше, чем мгновение назад, Хаджар улегся на пол со словами о том, что решил побеседовать со своим предком. Его слова, казалось, понял лишь краснокожий, но не встретил их особым одобрением. Душевные раны с удивлением произнесла Аркемия. Она с опаской отодвинулась в сторону, выглядя при этом так, будто они каким-то образом могли бы ей навредить. Один из самых глубинных страхов любого адепта всегда был, есть и будет именно душевные раны. От них не спасет никакое зелье, не выручит ни один артефакт и не залечит даже самая могущественная техника. Единственный способ одолеть их, иметь крепкое сердце и невероятную волю к жизни. На него так повлиял наш разговор. Это не из-за разговоров, краснокожий протянул руку. Сперва Аркемия не понимала, чего орк от него хочет, а потом, спохватившись, отдала степному клыку походный мешок. Тот достал из него все ту же ступку и какие-то коренья. К удивлению всех присутствующих, на этот раз он не мазал ими Хаджара, а, сотворив какую-то смесь, выпил ее сам. Это из-за метки раба оружия. В этом месте ее влияние ослабло. Одновременно с принятием странной субстанции, вены на теле краснокожего взбухли и налились синим цветом. Что-то в очередной раз прошептав на своем рычащем языке, он опустил ладони на бьющиеся в конвульсиях тела Хаджара. Вены орка запульсировали, энергия в них начала выходить сквозь поры на огромных ладонях. Серый саван, окутывавший тело мечника, постепенно прореживался синими жилами. Они боролись с энергией духа меча, заставляя его отступать. Я выиграю тебе несколько минут, северный ветер, прорычал степной клык. Постарайся за это время сделать как можно более широкий шаг к своей свободе. И, зарычав, орк удвоил усилия. Синий свет из его рук начал отчаянную борьбу с серым саваном. Но, пусть тот разом спустился на уровень пояса, он постепенно одолевал энергии степного клыка. И, чем выше поднимался саван, тем более страшные раны открывались на душах от жара. Он выживет? Спросила Орикемия. Ответом ей стала тишина, нарушаемая еле слышными стонами мечника. В это время, в мире душах от жара происходил настоящий катаклизм. Недавно ясное небо, полное белоснежных облаков, затянула грозовая, почти черная туча. Из нее, разрывая пространство яростным громом, вырывались серые молнии. Они мечами рассекали пространство, вновь исчезая в давящем небе. Порывы ветра привели качающиеся море травы в состояние хаоса. Порой они вырывали целые куски почвы и, закручивая их в неистовых торнадо, выбрасывали прямо в сторону Хаджара. Он, все также сидящий в позе лотоса, продолжал свою борьбу с меткой духа меча. Все также висел в воздухе алый клинок, пытающийся разрубить одну из тончайших нитей в жуко-подобном узоре. Чем сильнее алый клинок врубался в нить, тем ожесточеннее становилось давление силы духа меча. Отсловно не желал отпускать отданного ему адепта. Волна энергии в очередной раз обрушилась на Хаджара. Тот, уже решивший, что стоит отступить, чтобы собрать силы для второго удара, внезапно почувствовал чье-то присутствие. Разбивая оковы гранитного неба, на него опустился столб синего света. В нем Хаджар ощутил частичку степного клыка, вместе с которым пришел волчий вой. Этот вой буквально влился в птенца-кицеля, сидящего на плече Хаджара. Птенец нахохлился, расправил крылья и взлетел перед лицом Хаджара. Разом вырастая до размеров крупной птицы с метровым размахом крыльев, он протяжно закричал «Кья». Вместе со взмахом его широких, разноцветных крыльев, сорвался поток голубоватого ветра, который ударил по серой волне энергии меча. Встретившись в небе, они породили огромный взрыв энергии. Завертевшись шаром искрящейся силы, он буквально вырыл в земле воронку глубиной в несколько метров. Но, не остановившись на этом, ударил в небо, разрывая в клочья широкий пласт гранитной тучи. Хаих. На выдохе, Хаджар опустил ладонь. Нить внутри метки не выдержала и разорвалась гитарной струной. Волна энергии, прошедшая после этого, не шла ни в какое сравнение со сопротивлением, которое оказывал дух. Она заставила землю в действительности обернуться морем, поднимая девятиметровую волну из почвы и камней. Она отбросила Хаджара на несколько метров в сторону. Врезавшись в камень, на котором когда-то сидел учитель, Хаджар тут же вскочил на ноги. Утирая кровь, выступившую на уголках губ, он вновь собрал свою волю и, сформировав клинок, сделал им широкий взмах. Алый разрез, сорвавшийся с красной копией черного клинка, врезался в волну из земли. Разбив ее на две части, он, пролетев несколько десятков метров, вонзился в метку. Теперь целью стала третья тонкая нить. И, пусть иероглиф обладал сотней таких, не считая самых широких и пропитанных силой, но Хаджара это не останавливало. Поможешь? Спросил он у начавшего уменьшаться Кицеля. Птица посмотрела на него так, будто хотела упрекнуть за малейшие сомнения в том, что та могла оставить Хаджара биться в одиночку. Тогда вперед. Хаджар оттолкнулся от уцелевшего холма и ринулся в яростную атаку. В себя он приходил с трудом. Будто вылезая из глубокого омута, он продирался через неясные силуэты и далекие звуки, которыми для него представала реальность. Наконец, сумев различить перед собой слегка уставшего степного клыка, он принял протянутую аркемией руку. Спасибо, поблагодарил он полукровку и поднялся на ноги. И что это было? Спросила она. Дерек и Орг поддержали молчаливыми кивками. Сложная история. Уклончиво ответил Хаджар и тут же повернулся к кристаллическому факелу. Но, зато у меня созрел небольшой план. Очередной? Очередной? Кивнул Хаджар. Но на этот раз, если нас больше никто не предаст, все выразительно посмотрели на Аркемий. То праздник Дакхасе обернется для них трауром. Это хорошо, протянула Аркемия, особенно учитывая, что до начала ритуала осталось несколько минут. Хаджар пару раз хлопнул ресницами, что меньше надо было валяться на полу. Проклятие. Выругался Хаджар и, на ходу выхватывая факелы, помчался к нише. Не оборачиваясь, он прокричал. Хватит стоять на месте. Нам нужно убить короля. Глава 612. Пока отряд в слегка измененном составе взбегал по винтовой лестнице, то сохранял воистину гробовое молчание. Все они примерно представляли, что именно ждет их на ритуальной площадке на крыше дворца. Десятки, если не сотни могущественных Дакхасе, это не учитывая самих короля и королеву, каждый из которых находился на уровне силы безымянного. Хаджар позвала мечника Аркемия, бежавшая прямо следом за ним. Можно тебя попросить? Судя по Тану, ни к чему хорошему ее просьба привести не могла, но Хаджар все же решил ответить. Можно. Еще несколько пролетов в буквально бесконечной башне они преодолели молча. Если мы выживем, то, пожалуйста, расскажешь, как добраться до Курхадана? Хаджар едва было не споткнулся об очередную ступеньку. Разумеется, ответил он. Это не было ложью, в прямом понимании этого слова, потому как рассказать, не означало показать и отвести. Проклятие. В который раз мысленно выругался Хаджар. Он только в этот момент понял, что ему теперь нужно в оба глаза приглядывать за Аркемией. Хаджар понятия не имел, зачем Хельмиру понадобилась демоническая полукровка, но был уверен, что повелитель ночных кошмаров не обрадуется, если девушку к нему доставят по кусочкам. Кровавым, растерзанным Дакхасе, кусочкам. Спасибо, произнесла Аркемия. Хаджар, мысленно отвесив себе короткую оплеуху, нырнул внутрь своего сознания. Он потянулся к спящему дракончику, который туже отозвался и нырнул в татуировку на груди, служившую вратами для его силы. В реальности Хаджара окутал плащ из черного тумана. Руки сковала легкая, тонкая броня из того же материала, а на животе появился широкий пояс. Влияние кристаллов руды откровения сходило на нет и Хаджар чувствовал, как силы возвращаются к нему. Черный клинок, усынование лезвия которого появился синий иероглиф, полосой тьмы возник в руки Хаджара. Алая татуировка, проглядывающаяся сквозь броню, покрывала кожу от кончиков пальцев и до самого плечевого сустава. Наверное, увидеть его сейчас хоть кто-то из лунной армии Лидуса, ни за что бы не узнали. Интересно, опознала бы Элин в нынешнем Хаджара своего родного брата? С этими, весьма странными мыслями, Хаджар ударом плеча выбил кованую дверь, увенчавшую все же не бесконечную винтовую лестницу. Створка слетела с петели, проскользив по крыше, унеслась куда-то в сторону бушующего моря. Вернее, так могло показаться сперва. Стоя на высоте в несколько сотен метров, ожившие поля немертвых Дакхаси действительно выглядели бескрайним морем плоти, костей и ржавой стали. Сотни тысяч трупов, подчиненных воле демонов, стояли у подножия дворца. Вооруженные до, в прямом смысле слова, зубов, они воинственно потрясали копьями, щитами и топорами. Что-то орали порванными глотками, светились их залитые зеленым пламенем глазницы. Многие оседлали некое подобие мохнатых, монструозного размера летучих мышей. Трехглазые гиганты стояли, возвышаясь над морем из людей и островками в виде массивных орков. Боги и демоны, выругался Дерек. Его кинжалы вновь обернулось водяными перьями, готовыми разить врагов. Аркемия обнажила две сабли и коснулась медальона на груди. Тот мгновенно преобразился в плотный, с виду тяжелый, стальной доспех, от которого разила императорским уровнем. Нашла на одном из разбитых кораблей, ответила она на немой вопрос Хаджара. Степной клык, державший в каждой руке по огромному топору, уже закутался в энергетическую волчью шкуру, а за его спиной скалил пасть дух волк. Хаджар, посмотрев на их тандем, увидел то, чего раньше не замечал в людских рыцарях духа. Если те использовали своего духа как дополнительный инструмент силы, то орд буквально сливался с духом в единое целое. Они словно дополняли друг друга и даже перенимали черты. Так, а скалы без того хищных клыков орка, внезапно стал напоминать волчий. Ну, все или ничего, да. Хаджар качнул клинком и помчался по гребню покатой крыши в сторону широкой площадки. Над самым высоким шпилем королевского дворца кружилась широкая, диаметром в сотню метров, площадка. В центре на ней стоял король Дакхасси. Все том же ало-черном кожаном пальто с задумчивым, немного грустным лицом, длинными белыми локонами и голубыми глазами. В руках он держал Ерму. Ее и без того белые волосы стали белее снега, а походный дорожный костюм сменилась черным, кружевным платьем. На шее ученицы красного мула висела ало-серебряное ожерелье и пластин странного металла. В качестве кулона висела большая белая снежинка. Ритуал начинается, прошептала Аркемия. В ту же секунду король взмахнул полами плаща. Ерма взмыла в небо. Ее талия оказалась на уровне пояса короля. Ноги девушки сами собой раздвинулись, демонстрируя отсутствие под платьем из поднего. На дальнейшие Хаджару смотреть не очень-то хотелось, так что он отвернулся. Он не видел, как очнулась девушка-адепт, подружившаяся со зреей, но услышал ее полный ужаса и бессилие крик. Ерма прозвучал за спиной вопль. Мы идем за тобой. Идиот, только и успел прошепить Хаджар, озвучивая общую для всех мысль. До площадки им еще оставалось метров двести. И все это пространство можно было преодолеть более-менее незамеченными. Но как только над крышами дворца пронесся крик дырыка, на него тут же обернулись десятки Дакхасси, в том числе и наблюдавшая за мужем королева кровососов. Она, в прямом смысле слова, стояла на холме из одетых в лохмотья, лысых, обтянутых серой кожей немертвых и выглядела при этом так горделиво и чванливо, будто ее ноги просто не могли касаться черепицы крыш. С презрением и легким удивлением, посмотрев на вторженцев, она властно взмахнула рукой. С десяток стоявших рядом Дакхасси, одетых в изящные камзолы и платья, сбросили свои лживые личины. Всего десять из сотни тех, что стояли поодаль от королевы. Камзолы втягивались в их тела. За спинами разворачивались широкие кожистые крылья. Вытягивались нижние челюсти и ярды острых, желтых клыков выпирали из-под тонких, синих губ. У подножия замка, перед ордами немертвых, стояли еще тысячи таких же монстров. Воздев руки к черному небу, они дергались в странных, ритмичных движениях, напоминающих одновременно змеиную оргию и жуткий танец. Дайте ко мне, Хаджар вышел вперед. Он стоял один на пути десятка монстров, равных по силе рыцарю духа начальной стадии. Открыв пасти, они исторгали низкие, утробные звуки, которые должны были заставить Хаджара упасть в неистовом желании и плотском наслаждении. Но все их попытки стекали по стене крепкой воли Хаджара. Он даже не замечал их попыток повлиять на свое сознание. После всех последних событий их потуги выглядели жалким кривлянием. И все же, десяток рыцарей духа начальной стадии мчались на небесного солдата средней стадии. В любой империи, даже в элитнейших школах, небесного солдата однозначно приписали бы к мертвым. Совокупная аура десятка демонов молотом ударила по отряду. Дерек, самый слабый из четверки, пошатнулся и едва не сорался с крыши. Его поймал степной клык и протянул ласканцу небольшой травяной комок. Съешь, прорычал он. Не из-за злобы. Просто ему сложно было сохранять способность к человеческой речи. Что это? Орк сурово нахмурил брови. Дерек не стал больше спорить. Он послушно закинул травяной сгусток в рот, а затем дернулся в коротких судорогах. Как недавно у самого степного клыка, его вены вздулись и наполнились синим светом. Водяные перья в его руках засияли энергией. Такой мощной и яростной, что ее легко можно было спутать с силой рыцаря духа. Четверть часа, прорычал краснокожий. Потом упадешь. День без сил. Слова давались ему с большим трудом, а на связанную речь он и вовсе оказался не способен. Наговорились? Усмехнулся Хаджар. Отлично. Дакхаси оказались на расстоянии выстрела своими звуковыми бомбами. В этот момент вокруг Хаджара вспыхнула торнадо черной энергии. Огромный, десятиметровый столб силы закрутился вокруг него. И внутри, если внимательно вглядеться, можно было увидеть очертания драконьей морды и два ярких, сверкающих звездами, синих глаза. Глава 613. Когда-то давно в Курхадане, еще не будучи истинным адептом, но с благословлением духа и императорским клинком, Хаджар смог выполнить удар, сумевший не ранить, но отвлечь рыцаря духа начальной ступени. Теперь же на крыше дворца короля Дакхаси стоял небесным солдат, прошедший горнила ни одного, не ста и даже ни тысячи смертельно опасных битв и испытаний. Его меридианы пропитались орачьим волчьим отваром. На его правой руке сверкала алая татуировка, покрывающая плоть от пальцев до плеча. Энергетическое тело Хаджара стало неотъемлемой частью его самого, а каналы и узлы были так же плотны, как некогда его ядро, которое теперь обернулось яркой звездой. Таким не могли похвастаться ни Том Динос, ни даже его сестра гений, Анис. Но ничто из этого не далось Хаджару просто так. Все он взял своими волей и силой. Он прошел через преграды и препятствия, он проливал пот и кровь и не отступал там, где повернуло бы абсолютное большинство. В руках же он сжимал черный клинок, который теперь сравнялся по силе с императорским артефактом. С полной уверенностью можно было сказать, что в данный момент Хаджар Дархан, северный ветер, находился в своей лучшей форме. Еще никогда прежде он не был так силен и еще никогда так сильно не жаждал битвы, чтобы в очередной раз доказать самому себе, что он все еще жив. Энергия из ядра единым потоком хлынула из ядра в меридианы. Она наполнила их силой и светом. Тот палился в плоть Хаджара, в каждую его клеточку, в каждый атом, сделав почти таким же крепким и мощным, как артефакт уровня земля. Хаджар ощущал, что всего одним ударом кулака он мог бы раздробить каменную стену толщиной в шесть кирпичей и поднять на руках вес большей, нежели в тонну. Сжимая черный клинок, он ощущал радость меча от того, насколько сильнее стал его владелец. Пройдя сквозь удлиненные, уплотненные, обладающие собственной энергией каналы, с невероятной скоростью сила из ядра влилась в черный клинок. Она соединилась с энергетической сутью императорского артефакта и закружилась, готовая принять любую из форм. В реальности столб черной энергии рассеялся, оставив Хаджара стоять с мечом. Он заложил его так, словно убрал в несуществующие ножны, а затем сделал им один широкий, секущий взмах. Внутри этого взмаха содержалось глубокое понимание сути духа меча. Вложив в свой удар мистерии уровня оружия в сердце, Хаджар соединил их со своей энергией и энергией черного клинка, а затем слил в едином порыве первой стойки техники меча легкого бриза. Крепчающий ветер обернулся гигантской волной черного ветра. Она пронеслась по крыше дворца. Встретившиеся на ее пути каменные изваяния мгновенно оборачивались пылью. Звуковые бомбы Докхасси лопались мыльными пузырями. В какой-то момент внутри черной волны ветра вспыхнул десяток пар синих огней. Они стали глазами десяти черных драконов, чьи тела, созданные из мечей, резали камни и оставляли темные шлейфы в воздухе. Докхасси выставили перед собой крылья. Такие же крепкие, как артефакты уровня неба. Их не смог бы порезать ни один небесный солдат даже развитой стадии. Черные драконы острыми клинками пронзили Докхасси. Из зеленая кровь, сопровождаемая яростными криками остальных прислужников королевы, фонтаном пролилась на крышу дворца. Хаджар сконцентрировал силу в ногах и с силой оттолкнулся, срываясь в стремительном рывке. Используя стойку ветер изов, он обернулся призрачной фигурой дракона. Рассекая пространство, он почти за мгновение преодолел сотню метров и рубился в группу монстров. Его меч сверкал черной молнией. Стойка весеннего ветра позволяла Хаджару не просто создавать каждым ударом широкий разрез меча, а словно удерживать его на клинке. Это выглядело так, будто бы он сражался не мечом, а постоянно вытягивающимся черным полумесяцем. Он врубался в строй не успевающих принимать истинный облик демонов. С каждым ударом он рассекал сразу нескольких тварей уровня начального рыцаря духа. Те, попадая под лезвие черного клинка, с криками погибали в лужах собственной крови и внутренностей. И с каждым таким погибшим, черный клинок праздновал свой кровавый пер духа. Пусть понемногу, пусть по самой малой крупице, но он становился все сильнее. Хаджар же обрушивался на врагов яростным ураганом. Он один, в ближнем бою, сражался с двумя десятками разъяренных демонов. Порой их невидимые взгляды укусу смыкались на его руках, но тогда они лишь визжали, будучи неспособными прокусить разом окрепший зов. Если раньше покров черного тумана мог сдерживать лишь самые слабые атаки, то теперь он выдерживал мощь прямого попадания удара силы начальной стадии рыцаря духа. Это можно было сравнить лишь с качественной броней небесного уровня. Отсекая голову очередной твари, Хаджар ударом ноги отправил ее в короткий полет, закончившийся во лбу соседнего демона. Схватив оглушенного Дакхаси за крыло, он взмахом руки поднял его в воздух и опустил уже на третьего. Сбив обоих с ног лап, он пронзил их ударом меча и пригвоздил их к крыше. В этот момент ближайшие демоны, воспользовавшись заминкой, набросились на Хаджара. Он бы, возможно, и сам смог от них защититься, но этого уже никто не узнает. Два топора, окутанных волчьими силуэтами, превратили троих демонов в непонятное месиво из зеленой крови и костей. Степной клык, нисколько не гнушаясь, впился клыками в крыло одной из тварей и, выдернув его с мясом, выплюнул в сторону изи двоих. Так и не дав им взлететь, он сделал их легкой мишенью для Дерека. Рывок дельфина, произнес юноша название техники. Простенькая, на уровне духа, она не содержала в себе сколь-либо глубоких мистерий, но благодаря зелью орка, смогла поразить даже видавшего вида Хаджара. Дерг взмахнул кинжалами, обернувшимся водяными перьями. С них слетели капли воды. Они взмыли в небо, там обернулись сотни миниатюрных копий оружия ласканца и проливным дождем упали на крышу. Десятки Дакхасси взревели от боли. По их телам протянулись длинные, глубокие порезы. Большинство, в попытке защититься, укрылись крыльями. Техника Дерека легко пронзила кожистые перепонки, сделав демонов неспособными к полету. Степной клык, перехватывая инициативу, размахнулся топорами и врубился в стан врага. В этом не было ни изящества, ни техники, только голая мощь. Каждым ударом топора он будто праздновал какой-то кровавый праздник. Его пьяные от битвы глаза сверкали жаждой битвы. Такие же, как у волков, когда те, охотясь в стае, забывали об утолении голода и рвали добычу лишь ради самой крови. Несмотря на то, что десятки Дакхасси гибли под ударами отряда, десяток закутанных в балахоны тварей, стоящих ближе всех к кружащейся платформе, сохраняли неподвижность. Хаджар, залитый своей и чужой кровью, поднял взгляд на королеву. Сделал он это как раз вовремя, так как в следующее мгновение она буднично подняла руку. Простой жест, который человек совершает бесчисленное количество раз за день. Вот только взрыв силы, последовавший за этим движением, был не сравним ни с чем, что прежде ощущал на себе Хаджар. Атака безымянной стояла за пределами его возможностей. Всех троих, степного клыка, Хаджара и Дерека оторвало от земли и невидимой волной, протащив по воздуху около сотни метров, впечатало в стены дворцовой башни. Погруженные на добрых 20 сантиметров в каменную кладку, они не сразу смогли выбраться наружу. Хуже всего пришлось Дереку, если бы не все то же зелье орка, от него бы вообще ничего не осталось. А так, с несколькими переломами, в том числе открытым левой руки, он даже смог встать и вытянуть перед собой кинжал, зажатый вправой. Я ее задержу. Вперед вышла Аркемия, которая до этого не принимала участия в бою. Остальное на вас. Хаджар смотрел ее вслед. С удивлением он понял, что уважает ее не только за решимость и целеустремленность, но и бесстрашие. Он бы стал хорошим врагом. Стражи. Король. Что делать? Рычание степного клыка все меньше походило на речь. Хаджар посмотрел на десяток безмятежных гвардейцев короля Дакхаси. Есть идея. Но нужно, чтобы королева увязла боем с Аркемией. Так что пока, подождем. Глава 614. Аркемия, прошипела королева. Она все так же стояла на холме из немертвых. Позади нее возвышались шпили дворцовых башен. На фоне злосчастных гор, под черным небом, во время бушующего ветра, будто приветствующего грядущую бурю, она выглядела воистину королевской особой. Вокруг, на покореженной крыше, занималось пламя. Искра, высеченная чьим-то оружием, подожгла сухие перекрытия и те с радостью занялись алым пламенем. Королева. Расплылась Аркемия в глубоком реверансе. Вы не представляете, сколько лет я ждала этого момента. Глупая девчонка, фыркнула королева. Неужели ты думаешь, что твое глупое предательство стало неожиданностью для моего супруга? Твой супруг сейчас занят, королева. За твоей же спиной трахает человека. Он может спать с кем угодно, пожала плечами королева. Несмотря на то, что в тебе течет половина нашей крови, ты все еще мыслишь как человек. И горжусь этим, с яростью выкрикнула Аркемия. К чему этот маскарад, королева? Прими свой истинный облик, проклятая уродина. Слишком много чести, для такой как ты. Я справлюсь с тобой и так. И королева сделала шаг вперед. Развивалась ее синяя юбка, открывающая вид на изумительные, стройнейшие ноги, какие только могла бы сделать природа и возжелать мужчина. Обнаженный живот, исчерченный какими-то узорами, был настолько же полосок, как доска, вышедшая из-под станка искуснейшего плотника. Чего не скажешь об упругой, крепкой груди, скрытой полоской той же ткани. С трудом верилось, что все это иллюзия, скрывающая истинный облик демоницы. И это те, кого ты выбрала себе в союзнике. Она продолжала насмехаться над Аркемией. Муравьи, которые лишь недавно научились кусать. Не так я тебя воспитывала, малютка. Меня воспитывала моя мать. Громко воскликнула Аркемия. Вокруг нее постепенно закручивалась сила, цвета рассветного неба в пустыне. Золотые с синими переливы, сочетались с алыми, широкими мазками. Будто кровь, пролитая на золото и бриллианты. Да, я все еще помню вкус ее крови, королева облизнула пальцы. Каждый свой шаг она делала по холму из немертвых. Тот двигался в такт ее движением. Бугор из десятков сплетенных воедино тел живо мертвецов служил ее ковром. Порой некоторые, вытягиваясь из общего клубка, тянули к ней свои руки. Пытались коснуться хотя бы полы одежд, но не могли. Их тут же втягивали обратно. Сегодня ты умрешь, старая тварь. Глаза Аркимея блеснули сталью. Столб энергии уплотнился, а позади полукровки сформировался дух. Это были две скрещенные сабли. Огромные, почти три метра в высоту, они кружились позади нее. Хаджар впервые видел силу повелителя и она внушала. Внушала куда больше той, что обладали безымянные, хотя бы потому, что была ему относительно понятна. Сила духа сабель влилась в Аркимею и та закрутила свои широкие, изогнутые сабли. Смертельный сон. Нечто иллюзорное сорвалось с лезвий. Незримый поток энергии, который порой словно выныривал в реальность, приобретая формы и очертания. То это были несущиеся кони, содержащие в себе, что неожиданно, мистерии копья. Затем несколько кричащих воинов, которые трясли своими молотом и излучали соответствующие мистерии. Сложно было понять не только в чем заключалась суть этой атаки, но и существовала ли она вовсе. Нечто иллюзорное, присутствующее в ней, путало сознание похлеще, нежели чары демонов. Жалкие потуги, фыркнула королева. Она подняла левую руку. Что-то красное вспыхнуло на ее ладони. Алый поток энергии, который она вызвала даже проще, чем Хаджар мог создать клинок из воли, обладал воистину всеобъемлющей, сокрушающей силой. Он, вытягиваясь длинным лучом, пронзил атаку Аркемии, а затем и ее саму пролетев еще около километра, он выбурел в неприступной скале, которую не без труда мог бы лишь надрезать лучший удар Хаджара, без малого 20-метровую скважину. И это на расстоянии в 10 сотен метров. Хаджар уже мысленно перекраивал план, так не ощущал в потоках реки мира силу полукровки. А это могло означать лишь одно, она умерла мгновенно и, я же сказала, сегодня я уничтожу тебя, тварь. За спиной королевы появилась Аркемия, она будто вылезла из складки пространства. Это чем-то напоминало технику перемещения Айнина, вот только полукровки тень не требовалась. Возникнув, она тут же, используя обе сабли, нанесла сокрушительный рубящий удар. Те высверкнули двумя золотыми молниями, такой интенсивности и силы, что мгновенно испепелили холм немертвых. Удар подобной мощи мог бы пусть и не свалить первобытного гиганта, но ранить его. Хаджар никогда не видел ничего, что было бы мощнее сабель Аркемии. А ты выросла, королева выставила перед собой левое предплечье. Столь могущественный удар был заблокирован лишь плотью и ничем более. Сабли Аркемии погрузились на несколько сантиметров в руку королевы и, судя по всему, прочно в ней застряли. Но пришло время заканчивать игры, из правого запястья королевы вылезла длинная, белая, острая кость. Она чем-то была похожа на узкий меч. Мамочка заждалась тебя, маленькая. Королева сделала широкий взмах. В нем не было ни мистерий, ни техники, лишь голая сила, как у степного клыка. Именно эта сила рассекла Аркемию на две половины. А затем, вытягиваясь 50-метровым серпом, пронеслась сотни и сотни метров, срубая целые башни дворца и обрушивая их в бесконечную туманную пропастью. Остальные Дакхасси, пребывающие в некоем подобии транса, не обращали внимания на битву. Даже когда на нескольких из них, превращая последних в неприятные пятна плоти и крови, упали огромные осколки башен, они продолжили свою оргию, танец. Ты права, королева. Моя мать уже заждалась своего возмездия. Хаджар видел происходящее, но с трудом верил своим глазам. Удар королева, который сперва, казалось, рассек Аркемии, не оставил на ней и следа. Будто призрак, она задрожала легкой рябью, а затем соединились вновь. Ни единой капли крови не упала на крышу. Будто костяной клинок ударил вовсе не по Аркемии, а прошел сквозь нее. Воспользовавшись мгновением шока королевы, девушка на развороте нанесла сокрушительный удар ногой. Впечатав стопу, закованную в императорскую броню, она отправила королеву в полет. Та, пробив собой крышу, скрылась где-то в недрах дворца. «Действуйте!» — выкрикнула Аркемия и прыгнула следом. В этот самый момент король издал оглушительный рев. Тот был мгновенно поддержан хором тысяч Докхасси, достигших пика наслаждения. Ирма закричал дырык, но девушка вряд ли уже его услышала. Стихли ее испуганные стоны. Исчез плач и всхлипывание. Она перестала дрожать и дергаться. Ее ноги внезапно тесно обвили короля, а открывшиеся глаза были алыми, будто кровь. «Возлюбленный мой!» — произнесла она, страстно впиваясь в губы короля. Тот взмахнул плащом и укрыл их непроницаемым коконом. Вместе они завертелись в центре площадки, а на небе начало происходить нечто странное. Черные тучи постепенно расступались широкой воронкой, обнажая не просто безлунное, а небо полное мрака. Оно словно сияло чернотой и мраком. «Началось!» — прорычал степной клык. Тогда действуем по плану, и Хаджар мысленно нырнул в пространственное кольцо. Судьба, без малого, двух империй, а может и целого мира, зависела от того, сработает ли его сумасшедший план или нет. В целом, ничего необычного для безумного генерала. Глава 615. Десять гвардейцев короля обладали куда больше силой, нежели остальные Дакхасси, с которыми отряду пришлось только что биться. Каждый из них обладал силой от пикового рыцаря до повелителя начальной стадии. Гвардейцы. Вперед подался один из балахонщиков. Защитить короля и принца. Да. Их черные плащи втянулись в тела, а за спинами распахнулись широкие крылья. По четыре у каждого. Огромные. Ростом со степного клыка, тварец витомокрого камня. В руках-лапах, увенчанных куда более короткими когтями, нежели у сородичей, они держали белые костяные клинки. Такие же, каким королева едва не разрубила аркемию. Ах ты ж, выдохнул отшатнувшийся дырык. В это время у подножия дворца оживились остальные Дакхасси. Очнувшиеся от транса и оргии безумного наслаждения, они начали перелетать через ров и карабкаться по стенам. Видимо что-то не позволяло им взлететь. По моему сигналу. Хаджар достал из пространственного кольца один из корабельных кристаллов-накопителей. И если во дворце он использовал их для создания секундной вспышки турбулентности в потоках реки Мира, теперь же эти кристаллы были обмотаны осколками факелов, сделанных из руды откровения. Подбросив один подобный экземпляр осколочной гранаты в воздух, Хаджар усилием воли отправил его в короткий полет. Гвардейцы недаром носили свое гордое название. Только увидев накопители примотанные к нему осколки, они бросились в рассыпную. Клятые гвардейцы были демонически быстры. Размазываясь густыми полосками, они с трех сторон, справа, слева и сверху начали облетать отряд. Их костяные клинки слегка вибрировали, излучая вокруг себя нечто наподобие режущей ауры, стесывающей целые куски породы со статуи крыши. В ответ на это ухмыльнувшийся Хаджар, не ожидавший от противников, однажды видевшего мощь взрыва накопителей, ничего иного, достал еще две таких-две таких бомбы. «Давай!» – закричал он, выполняя столь скоростные взмахи мечом, что три быстрых, коротких слились в один, широкий. Три плотных разреза, каждые полтора метра в длину, сорвались с лезвия черного клинка. Каждый из них нашел свою цель. В этот же момент, когда черные полосы врезались в гранаты, дырык и степной клык использовали свои лучшие приемы. Орг низко и протяжно завыл. Дух волк за его спиной ощерился клыками и бросился вперед. Подобного Хаджару